Это мы прикалывались. Мы теперь за каждую шутку будем извиняться, да? Самый человечек из инсты, из-за которого люди в депрессии впадают. Ну-ка, читай быстро мои переписки. Ну, надо поработать, нет, да, Грессия? Охренеть, ты меня затыкаешь? Меня посетите, пожалуйста, в комментариях, если Митя нужно уйти с канала. Спасибо, что смотрите с нами. Всем белка, друзья! С вами Катя и Митя Бечик. Вы попали на очередной выпуск потрясающего шоу «Свадьба вслепую». Сегодня у нас с вами будет... Не переживайте, но сначала послушайте меня. Сегодня у меня смузи. Я с вами буду завтракать. Вот такие завтраки я каждый день выкладываю в наш телеграм-канал Бельщики. Вы тоже можете выкладывать и выиграть 5000 рублей, если ваш завтрак станет легендарным завтраком месяца. Вот, все. Кстати, хорошее вам сегодня наставление. Я купила эту кружку на рынке в горах. Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься в гору. Слушай, ты знаешь, ты даже вот дышишь со свистом. Ты настолько ждешь показать этот ангельский трек. Ну давай. Всем, белка, друзья, сегодня с вами в студии диджей «Мокрая соль» и «Красный антрекот». Мы вам будем показывать новый трек из моей коллекции. Прошлой серии трек не был показан, за что я был насажен на бутылку. За что я был наказан. Наказан на бутылку и мне сказали, срочно нужно повторять диджейский сет от Дмитрия Александровича. Значит так. Трек новый я не нашел, поэтому пришлось расчехлять свою музыкальную кубышку и доставать, так сказать, алмазы. Алмазы из моего музыкального ансамбля. И есть треки, которые я подбираю. Подбираю годами для того, чтобы в какой-то момент показать вам, использовать его в моих крышесносных видеороликах. И сегодня, к вашему вниманию, трек «Снег». Я его включаю специально в ВК, чтобы вы сейчас на колоночках вывернули басы и почувствовали этот вкус. Кто-то еще слушает музыку в ВК. Ой, очень громко. У меня кофе остывает. Ты почувствовал? Ты почувствовал вот это, вот весь этот кайф от русского, от русского drum and bass продюсирования. Не drum and bass, но неважно. Я просто сгущенку кокосовую добавила, реально было. Хорошо, да? Ладно, ребят, все. Трек реально кайфовый. Знаете, что? Скидывайте свои треки. Слушай, а в Треграме можно делиться треками? Можно делиться треками. Ну сможете, я такой поздний народ такой, типа, я покажу вам все. Да, это как у ребят. Ты видел Рилсу, ну, у которых я подсмотрел идею с треками-то? Ну. Ты не видел? Они рассказывали про то, как они стоят в пятерочке, и продавщик из пятерочки показал трек. Да, да, да. Это же огонь. Кстати, классный трек. Очень интересная история. Жалко, ребята не хотят ее позвать к себе на выпуск. Было бы супер послушать. Потому что они хотят, потому что они просто не думали об этом. А вот сейчас вот они узнают и все. И подумают. Значит так, в следующем, в следующем выпуске я вам покажу вообще другой трек. Трек из неоклассики. Давайте так. Это мне может понравиться. Да, и вы кайфаете. Ну, это хороший трек. А сейчас у нас что? Свадьба слепую. Свадьба слепую. Какая-то очередная серия. Нет, сегодня трэш. Сегодня у мужа и жены есть идентичные близнецы. И мы, конечно же, должны поверить, что это не актеры, не каскадеры. Это реально встретились люди. Зай, ну... Ну, такое бывает. Хватит уже надоело со своим вот этим актерством. Актерством. Ну, все правда. Ты как тут с мамой включаешь? Слушай, тут вообще пришел комментарий. Боже мой, я не уверена, что я его найду. Так. На видео «Моя свекровь монстр». Господи, кто эти люди, которые это смотрят? Что мы обидели там реквизитора. Что подруга этой девушки реквизитор на этом шоу. И да, там актеры. И что-то такое. И пенсионерам какую-то там надбавку платит. Но вообще-то вы обидели реквизитора. Она очень старалась извинить. Мы извиняемся. Я клянусь вам, я даже если захочу, не вспомню, что я там сказала. Потому что это было лет пять назад, наверное, мы снимали реакцию на это шоу. Слушай, у нас уже профессиональное вытеснение из памяти. Я не помню, что я говорил Оксане Самойловой. Там уже что-то, что-то прилетает. Тебе уже опять накидали, да. Ну, ты там сказал, что она пение птиц наложила. А это, на самом деле, их канарейка карри. Да, и то, что там не майн лимон, а майн лимон. Да, я... Ребят, ну... Ну, ладно, ну чего мы... Ну, я просто... А сколько там было хорошего? А сколько там было хорошего? Что вот людям подняло настроение. Это же наша... Ключи достал. Просто ключи от тачки. Поставил тачку на все. Короче, начинаем смотреть. Все. Это реально был майн лимон. Майн лимон. Даешь просто. Слушай, вот это был майн лимон, но какую я бизнес-идею дал Оксане? Да ты всем даешь. Вот именно. ...страны Розы Сибитова, яснознающая Фатима Ходуева... Вот это началось. ...церемонию бракосочетания. Сегодня двое незнакомцев, позабыв о разочарованиях в прошлом... Ой, Настюли его везут. ...ищут свой шанс... Она уже брюнетка и из Карель. 28 лет. Родился и вырос в городе Троицк, в Московской области. Троицк! Снимаю квартиру. Там у него баланс был написан. Троицк это уже давно не Московская область. Вы там вообще... Москва! Это все льготы получают. Вот эту коробку Собянинскую, да, родили ребеночка? Из 90 тысяч. В Троицке. А Троицк это как бы ни хера не Москва. Троицк это дальше чем мы, направили. Дальше чем мы. А я тоже, может, хотела Собянинскую коробку. И что я? Тебе сделали объезд Лобни, переезд. Не будешь стоять? Все, радуйся. Какая-то коробка. Пока только и стоим. Пока только и стоим. Возле Балашки. У меня компания Студия Декора. Мы занимаемся тем, что мы украшаем свадьбу. Это моя компания в партнерстве. То есть я здесь обильный владельцем. Бизнесмен получается? Меня зовут Буланова Мария. Мне 26 лет. Живаю в городе Москва. Родилась в городе Таганрог. Я работаю с менеджером в международной компании, которая занимается продажей БАДов за границу. Занимаюсь астрологией и психологией. Я занимаюсь фитнесом, но это даже больше не увлечение. БАДы, психология, астрология. Я просто дешеный коктейль. Я занимаюсь музыкой, играю ее. У меня есть диджейская установка. Братик оценит трек. Я тебе хочу подарить диджейскую установку. Не нужна мне диджейская установка. Я как-то, знаешь, GarageBand качал на iPad. Ну а были мы на выставке роботов, как там хорошо играл. Это ж кружочек выкладываю. У тебя такой филинг? Зая, нет. И сын наш тоже будет заниматься. Ну просто для себя же, не для кого-то. Это хобби. Знаешь, такое слово хобби существует? Я понимаю, что тебе это пока еще не понятно. Нет, это не понятно. Может так к 40-50 годам? Вот, ребят, как человек... Знаешь, для меня хобби должно приносить выгоду. Это уже не хобби. Ребят, я профессионально... Я, правда, настольным теннисом занимаюсь? Вот это хобби. Ну, это выгоду не приносит только... Но я уже думаю на перспективу. Как будто канальчик завести. Канальчик. А что, у нас же нету в России канальчика по... Ну, у нас сначала играть очень хорошо научится. Хотя, кстати, не факт. Я знаю три иностранных канала, которые хорошо развивают эту тему. Пойдем, а они сейчас вот там сидят. Ну, там надо играть определенным образом все-таки. А что сейчас продюсировать канал по настольному теннису? Пишите, пожалуйста, на мою почту и телеграм-канал указаны в описании. Все сделаем. Я хочу рассказать, что это правда очень интересно смотреть. Но не профессиональный теннис, а вот парни, которые... Он как бы тоже... Не профессиональный, а где трикшоты, да, делают? Трикшоты. И я, правда, человек, который... Ну, как бы, ну, мне нравится теннис, я играю достаточно неплохо. Но я не думала, что это может быть так интересно, залипательно смотреть. Потому что, видите, целыми днями эти видосы про теннис. Ну, так вот, что куда ты руку? Ты куда-то спишь? Я понимаю, что у тебя монтаж. Но мы расслабляемся, я ем смузи. Я профессионально обучаю занятием хобби. Да. Ну, потому что, правда, это очень сложно иногда признать и понять, что хобби может существовать. И оно не обязательно должно приносить выгоду. Правильно? Правильно. Так что он стремится. Уже теннис, уже неплохо. Ну, хотя, видите, видимо, плоховато. Я работаю, раз он уже там в продюсировании ушел занимать. Уже около четырех лет. Меня всегда привлекала и психология, и анализировать людей. Мои длительные отношения начались, когда мне было 18 лет, с первого курса универа. Они продлились 8 лет. Нифига себе. И при всем при этом каждый из нас не испытывает друг другу негатива. Без отношений я уже около трех лет. Когда мне было 20 лет, я устроилась на работу, и там был руководитель. Он проявлял агрессию ко мне, он был вспыльчивый. А в какой-то прекрасный момент я просто узнала случайно, что он общается со своей бывшей. И тогда я поняла, что по ходу пора эти отношения заканчивать. После этого ужасного расставания у меня началась... Блин, так страдает, да, вообще. Из этого состояния мне помогла выйти моя сестра. Так, у нее был руководитель, который проявлял агрессию. Да. Оказывается, у него была бывшая. Из этих отношений я вышла... Ну, что-то со сценарием. Нет, просто нам нарезали как-то очень интересно. У тебя был руководитель. У тебя были отношения с этим руководителем? В чем вырезали предложение? У меня были отношения с этим руководителем. Саша. Это мой секрет. Мы близняшки. Она действительно стала человеком, который помог мне вернуть вкус жизни. В семье я не один. Я всегда рос и воспитывался вместе со своим братом-близнецом. Правда, говорят, что у близнецов есть какая-то связь, они друг друга чувствуют. Это совпадение, да? Мы не можем друг без друга. И постоянно вместе. Поэтому, когда у нас начинаются какие-то отношения, мы всегда предупреждаем кандидатов, что его ждет отношение не с одной девушкой, а сразу с двумя. Внешне мой идеальный муж. Высокий. Брюнет. Брюнет спортивного телосложения. Я люблю... Невысокий. Высокий. Людей, которые могут чем-то выразиться. Классно, чтобы он одевался. Я вот люблю, когда у меня был красивый, яркий смузи, а теперь я сижу и ем как будто что-то... Очень непривлекательный, вы не поверьте, насколько это вкусно. Потому что я добавила сгущенка, и цвет стал не самый приятный. Ну, простите меня, но это правда, очень вкусно. Просто я всегда выкладываю смузи, когда он красивый, а сейчас я размешала. Очень важная информация. Просто вдруг ребята переживали из-за меня. Или прическа, или татухи. Это необычное. Брекеты, какая модная тема стала. Раньше все переживали их носить, а теперь их все наоборот делают для того, чтобы быть на стиле, быть swag. У меня были верхние прожрачные брекеты. Это было пипец, как дорого, керамические белые. А сейчас все выглядал. А сейчас все прям золотые выставили. Я даже видела кольца есть такие, с челюстью, с брекетами. А я, кстати, по рекомендации зрителей, заказал себе кольцо. У кого? Зима Джеверли. Не видела таких? Ну, ну. В форме арматуры. У них там в форме трубы, в форме арматуры есть. Потому что ты мужик. Ну, типа того. А, хорошо, тогда не буду кольцо ударить. С красивыми волосами, возможно... Будет заказ отменить, ладно. Нет, нет, можно много колец. Я как шастун, я бы вообще прям кольцами забивал бы всю руку. Просто, видишь, пальцы сильно изменились, поэтому нужно новые обновить кольца. Девушка, которая тоже любит спорт. У него обязательно должно быть хорошее чувство юмора. Он должен быть заботливый, эрудированный, начитанный. Чтобы было о чем поговорить. Да, я люблю мозги. Мне все-таки нравится. Смотрите, кольцо всевластия. Всегда на силу. Не кажется, что мы отвлекаемся сильно? Извините, сейчас пересмотрим. Кольцо всевластия. Всегда носил его с юношества. Заказал его тогда, когда еще денег на доширак не было. В суденчестве. Всю вот 10 или сколько там, 12 лет проносил. Сейчас все, не на один палец. Даже с большого оно слетает у меня. Ну, если вот так вот делать, то, конечно, слетит. Нет, ну, Зай, у меня даже обручальное стало слетать, которое в Калининграде недавно обновляли год назад. Ну, ну и так себе. Хотя он золотой вроде. И видит свои цели, и это классно. Если мне не понравится голос, то есть вопросы, что и человек мне энергетически может не зайти. Я люблю мужчин стабильную вот эту эмоциональность. Не обижаются, не капризничает. Согласно правилам проекта... Ну, базовая вещь, сказали пока. ...должны поместить в конверт определенный... Ну, давайте, богачи, расчехляйтесь. ...которую они готовы потратить на неделю совместного проживания. В рамках семейного бюджета на эту неделю я готов выделить... 15 тысяч рублей, которые я положу в этот конверт. Касаемо моих доходов, я могу сказать, что это всегда больше 200 тысяч рублей в месяц. Блин, а если больше 200, так вообще бы. ...жизни я кладу 10 тысяч рублей. В месяц я зарабатываю... Я сказала, помнишь, 15-ку, это просто среднее я назвала. ...от 100 тысяч рублей. И я бы хотела, чтобы мой муж зарабатывал от 300 тысяч рублей в месяц. Для начала семейной жизни эта сумма... Ну, почти. ...будет комфортно для двоих. 300 вы вместе зарабатываете, шикарно. Идеально вообще. Идеальный сайт. Ипотека, путешествия, все как надо. Хотя, мы, видимо, затронули в каком-то выпуске эту тему. Вот люди пишут, что... Комментарии не читаю, но я не читаю на основном канале, потому что там уже... Там уже не надо. Там просто, там даже лучше не притрагиваться. Тут писали, что даже в 300 тысяч зарплат невозможно потянуть ипотеку с нынешними платежами. Вот люди. Ну, друзья, товарищи, разные есть варианты. Есть варианты работать в Яндексе, брать 3% за... А, ну, типа, да, семейная ипотека. Семейная ипотека у нас была до... Она, по-моему, сейчас ее даже продлили. У нас нет семейной. Да, у нас другая ситуация. То есть, ну, естественно, брать ипотеку под 17% на 30 лет, это просто глупо. То есть, если вы берете под 17% ипотеку, вы рассчитываете то, что вы, там, в ближайшие 2 года ее погасите. На 30 лет это просто бессмысленно, потому что вы переплатите... То есть, миллионов 40 там. Да, миллионов 40 дополнительно. Да. Ну, а вот если у вас получилось так, что ипотека 6%, то вы ее растягиваете на 30 лет без проблем. Ну, вообще шикарно. Потом кружка кофе столько будет стоить. Да. Наши эксперты розы сибитой. Ну, это шляпа. Это я даже не знаю. Это какая-то кружечка получается. Кружечка. А мне, знаешь, кажется, конфета из набора алкогольного. И вот стесанная сверху. Фатима Хадуева соединяют одинокие сердца. Кстати, вот просто визуально ребята очень подходят друг к другу. А я не знаю. Ну, такие яркие, внешне... Мне кажется, она как будто старше его или нет. Она не старше его. Ей 26, ему 28. Да. ...людям, которым было бы сложно встретиться в реальной жизни, создать семью на новом проекте. Свадьба вслепую. Телец. На телеканале «Пятница». У меня есть девочка. Но она у нас уникальна. Она не одна. У нее есть вторая половинка. А, я не поняла насчет второй половинки. Что, она замужем, что ли? Мы же таких проектов не берем. Блин, отыграла такая. Дублинка хорошо. У нее сестра-близнец. Окей. Здесь ситуация следующая. Вот вообще на себя не похожа. Они живут вместе на одной территории. И получается, что она там третья лишняя. И я думаю, это может грозить опасностью для отношения ее сестры. А у меня, Фатимочка, оказывается, есть жених с близняшками и так далее. Михаил, 28 лет, экстремальные виды спорта. Такой типа Гордея, да? Я смотрю, он у нас получается по знаку Зодиака Рыба. А она теле. Если смотреть ее натальную карту, она должна ужиться с любым. Ну что, будем делать интересный эксперимент, который точно понравится нашим зрителями. Я вам гарантирую, Фатима тоже гарантирует, что так... Ну спасибо, что гарантируете. Ну где? Ну как ты? Ну вообще, да. А, высокий, правда, слушай. Такой симпатюлечка, конечно. Такой серфер. Да, да. На Бали прям, да, ему? Свободу любит он. На два года уехать, а потом вернуться в Москву на заработки. Поесть, приехать. Вот сразу хочется сказать, Машенька, где же твой Ледвий? Фигня, в чем на Бали куча еды. Особенно русской. Поэтому это я так просто прикололась. Извините. Блин, ты что теперь... Подождите, мы теперь за каждую шутку будем извиняться, да? Да. Так, Настю из себя убираем. Нам за шутки извиняться не надо. Пока. Пока. Потерялся. Давай договоримся. Для чистоты нашего эксперимента ты сразу своему мужу не выдаешь о том, что у тебя есть сестра-близнец. Хорошо. Не выдаешь о том? Жених и невеста. Я рада приветствовать вас на самом удивительном и неожиданном... Господи, я хочу нарисовать эту шляпу. Я прям не могу. Слепую? Сегодня ваши сердца заключит союз биться в унисон до скончания веков. Ну или хотя бы на одну неделю. Блин, ну вот я не понимаю вот этого дизайнера Розы Сибитовой. Мне кажется, вот она такая... Мне надо сделать максимально плохо, чтобы это было стилем. Просто если вот глянусь сейчас на ее образ, покажите нам, пожалуйста. Легкий мандраж, но это был приятный мандраж, который предвкушал определенно что-то интересное. Ну для начала... Не, ну да, да, есть. Ну это просто легенда. Ну, кстати, розовый с красным мне очень нравится сочетание. Я это из раза в раз буду говорить. Не, я больше про формы. Шикарно. Слушай, просто ее превратили вот из Sims-человечка в пожа, который открывает дверь в отель. Вот этот цветок, который специально огромного размера, чтобы голова ее казалась еще меньше, была в форме треугольника конуса скошенного. Я вообще не понимаю. Вот этот пиджак, который ее расширяет вниз. То есть это задумка или что? То есть при этом вот эту львицу-императрицу у нас сделали по фигуре. То есть кто и на кого мы обращаем внимание. Возможно. Возможно. Ну и что там толку от этой фигуры, когда стоит роза и просто от нее взгляд не оторвать? Согласен. Роза лучше. То вот... Ангельский чих! Сначала давайте познакомимся. Это же справа подходит, да, не прям даже внешне. Когда нам представилось, мне стало очень смешно, потому что я понимаю, как нас зовут. Ниша и Маша, это очень забавно. У меня по этому случаю есть трек для Миши и Маши. Все, все, продолжаем. Высрался. Высрался. С моей. Знаешь, этот трек, это как будто ты просморкался, да, вот так вот у тебя вот в носу вот эти сокли были, вот здесь вот гайморит вот такой вот, знаешь, с гноем, с кровью. Ты такой... И так тебе стало прям... Хорошо. Так, все, ладно, без подробностей. У меня очень ярко воображение работает. Такой певучий. Готовы ли вы, Михаил, взять в жены Марию? Да, я готов. Мария, а вы готовы взять в мужья Тарина? Что-то долго думал, как будто варианты какие-то есть. Да. Тогда давайте обменяемся кольцами. Михаил, держи кольцо. Взяв девушку за руку, я определенно почувствовал приятную энергетику. Теперь, дорогая, держи ты. И вот его ручка. В лес приходит сказка. Да, было где-то кольцо. Я пыталась подсмотреть. Не ожидала ничего плохого. Было просто волнительно, но радостно. И пусть эти символы бесконечности будут вам напоминанием вашего решения и зажгут пламя любви у друг друга. Горько! Горько! Я был приятно удивлен. Девушка мне понравилась. Мне кажется, все на моем лице было написано. Снимай повязку невесте. Уже жене. Когда он снял мне повязку, первое, на что обратила внимание, это зеленый костюм. Красивый цвет. Ну, естественно, я посмотрела сразу же на лицо. И я осталась... Готова присесть. Зайка, ну что это такое? Вы что, не на бусте? Не я так шутить? Ну, простите, что, привыкайте. Привыкайте, потому что уже скоро выходит новый сезон Дома, отдыха, ягодки. Я уже, понимаешь, у меня таймер уже. Вот таймер уже стоит, когда он выйдет. Я все. Мы в ночь сядем снимать. Да, когда вот анонс... Мы, Ряк, на анонс запишем. Анонс минута, мы 40 минут сделаем, да, Ряк? Нет, в любом случае, Дома, отдыха, ягодки 100% снимаем. Вот где бы он ни был, будет на Ютубе, значит, будет на Ютубе. Будет на Рутубе, значит, будет на Бусте. Все, не переживайте, в любом случае будем снимать. Дома отдыха. Пацанки, извините, без нас, там, с ребятами, там, с Женьком, с Антиком, со всеми. Там есть, кому нас подменить. Да, там ребята все отработают по максимуму, не переживайте. Там Остров, Дима Масленников, я желаю вам приятного времяпрепровождения, но без нас. Да, Дома отдыха, все. Это наш, это наш. Просто ставьте, это наш, пиздец. Поздравляю вас, поздравляю. Можно сейчас как раз закрепить поцелуем. Ну ладно, в щечку, собственно говоря. Сдержанный поцелуй в щеку на данном этапе более чем достаточно. Я надеюсь, мы оправдали ваши ожидания. Да. Да, все отлично. Я в принципе не верю, что может так с первого взгляда что-то зажечься. Вас ждут действительно интересные. Вот знаете, девчонки, вот эти вот вертюшки, вот здесь, они так вот вас делают какими-то огненными. Какие вертюшки? Ну вот эти вот волосики, которые вот спускают здесь, немножко заплетают, они вот так свисают. Такая интересная внешность становится, что ты вот-то всегда делаешь. Да, я буду так делать. А мне мама сказала, что ты уродски была, когда у меня была такая прическа. Ну ты побольше маму слушай, а не мужчин. Ну, а, все. Включение. Это как, знаешь, это как слушать маму, которая тебя одевает на рынке, на картонке. Ты побольше маму слушай, а не же... Это как совет в обе стороны. Я просто об этом не говорила. Все, теперь я буду только святой. Завлекалочки это называется. Наташа, хотите увидеть вас вот так вместе, взявшись за руки. Ну, красивая пара, что сказать, что сказать. Прям, да, и яй. Ну, что сказать. Приятное предвкушение. Забудьте о прошлом, наслаждайтесь настоящим и творите свое будущее. Слышь, ты что меня цитируешь-то, а? Спасибо. Прямо это... Дебаты Камалы Харрис. Ты просто не видел, вот там такие же цитатки были. Да? Про сегодня, завтра и позавчера. Опыляется она, идите. Куда опыляетесь? Ой. Че вот она ойкнула? Вот че она ойкнула? Приготовила кое-что интересное для тебя. А у него реально зеленый костюм, да? Слушай, ну погода сегодня не очень, но есть сюрприз. Я думаю, что она тебе понравится. Ура! Да, я щас вызову машину. Угу. И куда мы поедем? Куда мы поедем? Какой, вот, какой естественный диалог. Вот прям естественный. А мне кажется, она прям его хочет. Кстати, ты знаешь, я подумала, он так сказал, я щас вызову машину, щас будет, во-первых, реклама Яндекс.Такси. Я хотела про другое сказать. Начался новый сезон триггером. Поздравляю всех, кто ждал. Ну, во-первых, это невозможно смотреть, потому что по одной серии выдают. Это просто, это незаконно. Я, кстати, считаю, что вот у нас же щас куча этих стримингов. Вот кто первым додумается скопировать идею Нетфликса, тот поднимет себе продажи. Нам нужно опять возвращаться к модели, когда выходит сериал сразу. Но особенно такие культовые проекты, как Триггер. Я понимаю, всё это коммерция. Давайте сейчас не будем про это. В общем, вышел сериал, и там реклама Альфы. И это так кринжово. Альфа-банка? Да, и он вот так сидит, он говорит, сколько я тебе должен за, там, как мне расплатиться с тобой за приём? Он такой, переведи мне на Альфу. Тынь, и типа, знаешь, там, какой-то интерфейс прям дебильный, такой крупный очень сделан, такой специальный фильм. И меня аж прям передёрнуло, ты понимаешь? Переведи мне на Альфу, вот этот Стрелецкий говорит. Ты представляешь? Зай, ну, тут, конечно, у западных партнёров нам стоит поучиться. Я чекаю ролики иногда на Ютубе, на англоязычном, больших ютуберов популярных. Вот там реклама вообще по-другому. И в фильмах реклама по-другому. К сожалению, это запрос рекламодателя. Мы все это знаем, да. То есть тут рекламодателю нужно прививать культуру рекламы, которая работает по-другому. Но они хотят это топорно. Они хотят вот так вот, чтобы крупным планом сняли телефон, перевод на Альфа-банк. Там так и было. Я не буду тебе говорить, но я думаю, что тебе понравится, и мы клёво проведём время. Так что пойдём в сторону парковки и там уже подожжем. Возьми батульку. Одним из моих хобби является увлечение вейк-сёрфом. Я же тебе сказала, он сёрфер. То есть люди с такими волосами, ну это... Просекаем на волнах? А что за марка такая? Джили? Вряд ли. Мой муж уже... Черри Ариза. ...решил отвезти и расщедрился, так скажем. Здесь приходит сказка. Мне безусловно, да? Блин, ребят, один раз попал в бизнес-такси Хон-Чи. Мы с тобой, по-моему, попадали. Короче, сейчас новые тачки же появились, вот эти Хон-Чи, а не в бизнес-такси вместо Мерседеса едят. Такая консервная банка. Вроде вот всё разрисовано, всё это, но вот эргономика кресла, так неудобно в них сидеть. На самом деле я осознал, что в машине самое лучшее, что может быть, это удобное кресло. Если кресло неудобное сидение, то, в принципе, вот все свистелки, перделки, климат-контроль и всё это вообще становится ненужным. То есть кресло, это как будто 60% успеха, а всё остальное добавляет маленький процент удачности автомобилю. Такие жесты широкие. И это было клёво, я такой, ну всё. Расславился. Потом я ещё узнал, что ты ещё телец, по гороскопу, я такой думаю, ну всё, вайп точно будет. Она удивилась. Тельцовый вайп. Ловлю твой вайп. И я сказал ей, ну понятно, что знак груздяка свой основной, так же я назвал ей свой асцендент, и мы начали... Ну я поняла, что всё-таки Олесе не зря старается, что у нас уже вся страна знает свой асцендент. Это просто жесть. Я асцендент свой знаю. Да ладно. Вот все сейчас говорят, ой, кто, блин, эту битву экстрасенсов смотрит. Да всё понятно, кто смотрит. Всё так же. Всё то же самое, просто в другой форме, типа мы высмеиваем, но на самом деле уже потихонечку-потихонечку на подсознанке. И мы уже с тобой совместимость нашу просчитывали. Хихоньки-хахоньки. Это мета-ирония. Вроде бы смешно, а на самом деле уже веришь в это. Роза, у нас впервые эксперимент с близнецами. Всё, конечно, хорошо. И в первый же день вот она мне нажимает на красную кнопку. Вот они все судят по знакам Зодиака совместимость. Рыбы с девами, но это же совершенно не имеет никакого отношения к астрологии. Это поверхностный популизм. Из-за этого очень много ошибок. Бедные скорпионы. Наша экспертка вам сказала. Так она же, у неё же образование есть. Какое? Она же... Высшая астрологическая? Кандидат астрологических наук получается. Кандидат астрологических, понятно. Докторскую сейчас пишет по асценденту в реке. Получился 100%, это было очень неожиданно. Но есть один нюанс. И я предлагаю тебе переодеться. Вот, держи. Это что? Смотри, здесь фата и купальник. Да, ты же уже жена, поэтому тебе принесет фата. Предложил мне просто сначала... А мне одной кажется, что там люто холодно для того, чтобы переодеться просто в купальник, а не в гидрокостюм. Покататься, переодеться в купальник, откуда-то он его взял, надеть фату и отправиться в путешествие. У нее аж нос красный. Оп, оп. Лес приходит с кого-то, с кого-то... Вот так вот. Да, я тоже себе сиську так вот забью, обвешиваю. С бабочкой мне нравится больше, чем в костюме. Джисус. Ты была самая лучшая. Стрептизера сначала, а когда распустил волосы, стал похож на аквамена. Я предлагаю немножко добавить перфоманса. Предложить тебе шампанского? Я сам. Да? Крылья, и тут я поняла, что что-то придется все-таки делать. Что-то не просто так, что нужно набраться смелости. А, я думала, расплатиться за шампанское придется. Мы расплатиться за шампанское, выпили за наше знакомство. Да, это еще за бутылочку. Готова намочиться? Готова? Готова намокнуть, девочка? Придумать с попила? Нет, ты думаешь, настолько банально будет, как придумал? Нет. Будет кое-что поинтереснее. Ну, и, естественно, я оказалась права. Хотя он мне до последнего говорил, что все, на этом сюрприз окончен. Я неплохо катаюсь на новой городе. Да? Да. Ой, супер, тогда можешь кататься, я буду смотреть. Ты даже покатаешься. Не-не-не, мне все так просто. Я это сделал не для себя, я сделал это для тебя, что понравилось тебе. Ну что, готова? Готова. Тогда погнали, сделаем это. Пробовала кататься тоже на такой доске с катером. У меня ничего не получилось. Но все-таки попробовала. Про своего мужа сегодня узнала очень много. Мало того, что выглядит как стриптизер, что он очень круто катается, что он в хорошей физической форме. Это важно. Миша у нас плейкстрим. Он любит то, что мне особо не нравится. Но я как бы все равно готова пробовать идти на компромисс и на риск. Пробуем? Да. Она была в закрытом купальнике. Но, несмотря на это, я понял, что у нее классная стройная фигура. Мы в тебя верим. Конечно. У тебя все получится. Теперь туда вот подальше. Все хорошо? Да. Раз. А вот как дальше выплывать? Держи, держи, держи. О, уже лучше, уже лучше. А он что сделал? Взял ее и кинул. И, конечно, она, слава тебе, господи, жива стала. Смотри, все время тонет и тонет, тонет и тонет. Плавает девочка хорошо. Не утонет. Я считаю, что на экстрим для... А мы на Москва-реке видели другой вид вейксерфинга без лебедки. Получается, рядом с катером катер делает специальную волну, такую небольшую, и народ прям вот, прям вслед за катером на доске плывет. Ну, знакомство, это совсем перебор. Ну, в данном случае, мне кажется, Миша хотел посмотреть ее сонастрои и как она будет относиться к его экстремальным видам спорта. Давай, плыви, ничего страшного. Не получилось, но ты старалась, было клево, классно. Я вот, в принципе, люблю эту тему. Он, можно сказать, угадал, но все равно ничего не вышло. Не вышло и не вышло. Я в восторге. Мои потребности удовлетворены. А сейчас я готова знакомить Мишу со своей жизнью. И мы начнем с того, что мы поедем ко мне домой. Добро пожаловать. С чего начнешь экскурсию? Я начну экскурсию с предыстории. А, давай. В этой квартире я делаю ремонт. Сама? Своими руками. Да. Он отреагировал радостно, ему эта идея понравилась. Когда я заехала в эту квартиру, здесь лежал ужасный дешманский линолеум. И я снимала линолеум с помощью фена строительного. Так, и вот эту плитку? Деревяшечку. Мне кажется, вот здесь экстрим. Нет, это бывает поверх старого паркета кладут линолеум. А, гораздо круче. Я, пардоните, с такого... Давно не видела его. Я же говорю экстрим. Это девочка. Ее зовут Кнопка. Тихо, сейчас мы найдем к ней подход. Она любит мужчин. А вот еще вниз посмотри. А как ты это поняла, что она любит мужчин? Опыт был у Кнопки. Большой. Большой. Или у хозяйки. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну это такой трусливый. Он очень боязливый. Расскажи вообще, как случилось так, что у тебя столько животных, столько котиков? У меня два котика с улицы. А еще вот у меня есть один котик. Он с приюта. То есть у меня все коты, они как бы спасенные. Она не похожа на кошатницу. Это 100%. Потому что как будто бы кошатницы другие. Ну они очень классные. С ними тут, конечно, супер уютно. Не суди по внешности. Возможно, что она любит животных. Это, безусловно, не может не радовать. Потому что если человек любит животных, то этот человек любит мир, любит людей. Он очень толстый. Спасибо. У него разные глаза. Да, он очень толстый. Ему даже можно взять. Он очень любит людей, общительный, контактный. Клюшевый кот. Его зовут Сулейман Великолепный. А у тебя нет животных? Нет, у меня был кот. Он есть, но он просто живет не со мной. Меня безумно впечатлило и тронуло то, что она действительно эти животные взяла. Он улетел, но обещал вернуться. Нет, он Джои с моей девушкой просто. А это мой сертификат по астрологии, то, что я закончила школу. Буланова, Татьяна. Специалист вообще. Да. Ты видишь, второго. Да. Да. К ним никто не имеет права прикасаться, кроме тебя, да? Ну, как бы нет. Блин, они реально, они просто на толку посмотрели все, ты понимаешь? Мы до этой передачи не знали об этом, кто не увлекается. Я взял карты, и она сказала, размешай и вытащи одну карту. Это карта. Карты такие засранные. На день. Рыцарь Жезлов. Да, хорошая карта. Это очень энергический день. Почему они пластиковые не делают карты? Вон, как в покере бы делали, и они тогда не покрывались бы вот этим жиром сальным. Действиями, приключениями. И износостойкость была бы повыше. Я не готовлю, но мы тут, когда... Ты не готовишь, мы сейчас все равно пороемся в холодильнике, посмотрим, что там у тебя. Лучше не надо. Я не дала загнуть в холодильник, потому что там ничего нет. Закончили экскурсию, хотели попить чай, но тут кто-то позвонил в дверь. Доставка. Спасибо. Нам. Это ты заказывал? Я не знаю, я ничего не доказывала. Что это такое? Я не знаю, что это такое. Я не знаю, она открывает. Дорогие Мария и Михаил, пришло время познакомиться поближе. Откройте конверт и следуйте инструкции. В конверте была игра, я никогда не... Твистер. И понял, что нас ждет что-то каверзное, интересное. Я никогда не читал, не читала переписки в телефоне своей второй половинки. А я читала переписки своей второй половинки. Мне так истыдно. Сейчас бы ты стала так делать? Нет, сейчас вообще нет. Ну я тоже читал. Зая, ты читала переписки у своей половинки? Нет. А я читала. Ну мог. А почему ты не читала? Может, я хочу, что ты прочитала? Ну-ка, читай быстро мои переписки. Какие у меня там переписки? Антонов, Михаил, беспощадный пиарщик. Нет, ну это не переписки, Зая. А переписки это что, ВК что ли? Ну ВК там... ВК там вообще прям роскошь. СДЭК, школа авторов ВК, ВК клипы. Димон. Димон. Дзинь, Альфа-банка. Отелье, Кокошников. В контакте с авторами. Ну понятно. Еще один Димон. Какая-то Ксения. Ксения какая-то. Вот бы Сема увидел Капибару. Просто вот, ну что, что мне пишут ВК? Служба доставки Боксбери? Значит, никому это неинтересно. В юношестве, да, когда ты еще не знаешь вообще, как строить отношения. Ну сейчас я бы ни за что не сделал бы это. У нас совпало именно то, что это все было по глупости, по юношеству. И когда ты начинаешь лезть в телефон другого человека, своего партнера, то это уже заведомо означает то, что у вас есть какие-то проблемы. А вот давайте обсудим. А вы знаете пароль от телефона вашей любимки? Вот пишите в комментариях, я знаю пароль. Пишите в комментариях пароли от телефона вашей любимки. Когда изменял своему партнеру? Блин, привет. Ну почему не будет? Я хочу просто комментировать, да. Ладно, у меня не было такого. Для меня было неожиданным и не очень приятным, что у него были измены в отношениях. Ну вы видели этого аккаумену-то? Как же без измен-то? Да, все равно как-то не очень. И стало приятно от этого. Если на первом свидании или при первом знакомстве люди говорят вот такие потаенные вещи, это плохо, это неправильно. Это знаешь, как в бизнесе. У тебя не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление. Если наступило время, любовь прошла, не воруйте друг у друга время. Расходитесь. Отпустите своего партнера или партнершу. Каждый, чтобы успел в этой жизни пожить счастливо. Я никогда не впадал в депрессию после расставания. Я впадала в депрессию после расставания. Но это тоже было в таком молодом возрасте. Непонимание вообще ситуации. Ей, блин, сколько лет вот? 26, да, я понимаю. Я не впадал в депрессию. Молодого, в каком? В 3? Да, у тебя есть какие-то длительные отношения, они заканчиваются. Это, безусловно, сложно. И важно просто понять свои ошибки, сделать какие-то выводы, чтобы больше на эти грабли не наступать. Ну, как бы я могу делать вывод о том, что у него был какой-то болезненный опыт. Мы можем провести время вечер здесь. Вместе? Да, вместе. Я могу, в принципе, тебя положить на этом диване. А, то есть ты предлагаешь мне остаться, если что? Да, я приглашу тебя остаться. Я не против. Я не против. Она предложила мне остаться у нее и переночевать в соседней комнате. Ну, спасибо. Миша, оставайся, ложись вот со мной. Под одним одеялом будем спать. Она, как девушка, воспитанная, как девушка серьезная, нелегкомысленная, сделала все так, как нужно. Где я лягу, это абсолютно неважно. Главное провести время, поболтать, поесть. Да. Узнать друг друга, классно. Разложить карточки торгов. А, ну все. Я с платой на карту все сделала. Да, да, реально. Нормально, бесплатную силу нашла. Если бы он не согласился остаться, мне было бы очень неприятно. Это какое-то препятствие в общине. Ну, пока все слишком сладко. Ждем близнецов. А представляешь, у нас будет такой сюжетный поворот, что в итоге близнецы останутся вместе, а эти разойдутся. Конечно. Ее сестра же встречается с парнем. Так бросили. Вот самый человечек из инсты, из-за которого люди в депрессии впадают. Да просто он встал там, сто разочков жимчик, там 150 присед с утяжелением в 300 кг, кофеечек, а, не кофеечек уже матчик. Нет, кофеечек нельзя. Ты что, там вода? Да, водичка, да, соответственно, изотоник. А потом пошел на работку, блин, уже плюс соточка на карте, смотрите, инвестишки поработали. Вот такой вот он человек. Ну, я просто фантазирую. Подумал о том, что было бы неплохо порадовать Машу классным завтраком. Знаешь, я сейчас, в принципе, наблюдаю, что я много таких спортсменов вижу на улице, там у нас в поселке. Самое прикольное, что они действительно выходят, качаются и потом идут с вейпом. Да. Ну, то есть, короче, одно другому не мешает. Доброе утро. Просто мы закрываем на вторую часть, на какую-то там, что это обычный человек, который также может пивка попить, грубо говоря, после качалки. И когда он попил пивка, у тебя уже складывается впечатление, что это просто человек уже, который занимается и спортом, и живет обычную жизнь. А когда ты смотришь только на спорт, тебе кажется, что ты какой-то не такой. Доброе утро. Когда я проснулась, Миши уже не было. Я подумала, может быть, он сбежал. Ой, ты какая красивая. Я накрасилась уже. А почему не из серфа, из какой-то, блин, задрипанной кофейни, без нормальных брендированных стаканов? Пакетик какой-то, булки принес. Где? Где вот это? Хотя бы из буханки бы принес банановый. У тебя завтрак? Там не было бамбло, я взял американо. Ну, думаю, что тебе тоже понравится. Спасибо. Так мы поняли, блин, в такой задрипунской. Блин, ну как выяснить меня? Не было бамбло, принес американо. А я лучший просто. Лучше вообще ничего не приноси. Так что сейчас мы поедем. Давай, проходи. На самом деле, он пошел за завтраком, вернулся с... А как тебе был вариант, если уж вы настолько без руки, не можете ничего сами сварить, взять американо и просто еще сок апельсинового купить? Или у него стаканов дома нет? Я же с апельсиной сок купил, я сейчас бамбл себе сделаю. Заюш, мы пока смотрим. Лес приходит с каской. Который я даже не попробовала, потому что... это страшно есть. Как утро? Ты спал на новом месте. А, суперкомфортно. Мне было не одиноко. Что это он принес вообще? Так, ну что, перейдем к бюджету, да? Да. Бюджет, который мы выделили на эту неделю. Я думаю, что он уже 150 рублей потратил на эти стерники. Подосуг. Выделил 20 тысяч рублей. О, хорошо. Я тоже положила что-то в конверт. Все-таки. Да. И на наше развлечение я положила 10 тысяч рублей. У нас 30-ка на неделю. Мы можем вообще потусить. 30 тысяч на неделю это хорошая сумма. С учетом того, что я дома не готовлю. Но я тоже считаю, что ходить по ресторану каждый день тоже как-то это странно. Может быть, он будет готовить. Семья – это командная история. Но я считаю, что в команде обязательно должен быть капитан. Я считаю, что этим капитаном должны хранить у мужчины. Я считаю, что это уже так же. Поэтому я отдаю тебе свои деньги. Вот видишь, они не наши братики. Мы считаем, что набрали ваши деньги и должны храниться у женщины. Но... С деньгами будут у меня. Да. В союзе мужчины и женщины. Ну, на самом деле, в нашей ситуации деньги хранятся в московской бирже, а не в нашей семье. Берет на себя главенствующую роль. И он все-таки отвечает и принимает решение за какие-то подчетки, из-за средства... А, просто. У меня там такой минус, что лучше даже не смотреть. Такое я и говорю. Мы уже их оттуда не выведем. А мы просто уже заложники. Такие минуса там просто уже не... Да, все-то нельзя выводить. Когда ты уже в таких минусах, нельзя выводить. Надо докупать. Зай, надо докупать! Скажи мне, на наш ипотеках. Байзадит! Я вместе со своим партнером, что мы декорируем мероприятие, а именно декор свадеб. В принципе, я догадывалась, потому что ты творческий, такой... Вот как ты, блин, догадывалась? Вот ты на него смотришь, понимаешь? Сёрфер. Всё. Сёрфер на Бали смузи. И сырники. Смузи-бар. Деталям. А он привык на Бали такие сырники есть, понимаешь? Поэтому сейчас вот ищет что-то такое вот Похожее. По злачным помещениям. Офис менеджером. У меня интересно. Интернешнл. Компании. Мероприятие тоже знакомое. Знаете, главное сказать, что интернешнл. Да, международная компания. Что это значит? Да, типа, а что, если ты в Газпроме работаешь, что это уже не то? Немножечко смутило, что он не сказал, сколько он зарабатывает в итоге, потому что свадебный бизнес, декорация свадеб, это такая сезонная история, а остальное время, непонятно, что там будет происходить. Черфи. Мы с тобой поженились. Да. Ты помнишь. Но свадебного ужина нас не было. Поэтому я предлагаю устроить красивый бранч свадебный. О! Я предлагаю сходить в какой-нибудь классный рейстик, красивый. Классный вариант. На Патриках, возможно. О, клевый вариант. Да? Где? На Патриках, согласен. Почему нет? Тут сразу вопрос в рациональности использования средств, потому что все понимают, что Патрики это не самый дешевый район города Москвы. Неужели нету других каких-либо? Ну, это тоже заблуждение, на самом деле. Слушай, ну, там разные. То, что не дешевые, это точно, но... Там есть и варианты. Там все... Везде цены примерно одинаковые, на самом деле. Нету крайне дорогих ресторанов. Крайне дорогие рестораны как раз не на Патриках. С Марией приехали гулять на Патрике. Мы классно прогулялись. Господи, Митя, когда выйдет наше видео? Попозже, попозже. Ребят, мы тоже прогулялись по Патрикам. Вам понравится, правда. Мы сделали очень крутой ресерч. Вот, и тоже людей там поснимали. Это прям, это прям вот, Патрике это своя отдельная вообще вселенная. Почему бы нет? Когда да. Почему бы да. Но мне очень тяжело ходить по Патрикам, вот именно как-то ментально. Мне очень хочется домой. Там слишком все вот прям, ну вот на показ там все что-то снимают друг к дружку, сидят, такие задумчивые. А сними меня для сторис. Ну, к сожалению, это иллюзия. То есть, это не, ты не чувствуешь там как раз... Там жизни как будто и нет. Да, ребята все-таки на показ хоть самое прикольное. Вот мы когда сидели, снимали, а мы первой хорошей девочке сидели прямо на тротуаре, на открытой веранде. И когда ты смотришь на людей, ты понимаешь, что ходят одни и те же. То есть, они прошли обратно, обратно и туда-сюда ходят в надежде, что у них спросит вот этот чувак, которого мы там видели, сколько ты зарабатываешь или интервью возьмут, или вот этот Семка в кадре начнет их фотографировать и потом говорить ой, а у меня в ТикТоке семь с половиной миллиардов подписчиков вот так вот и будет снимать такое видео классное. И самое удивительное, я смотрю на эту Семку в кадре, он просто делает фотку, ничего в ней уникального, а люди как-то должны среагировать на нее. Ну это просто фотография, там ничего, ну там даже он даже не наклоняется, чтобы сделать какой-то интересный ракурс. После этого она предложила... Митяш, вот реально не зря пишут, что Катя нормальная, а Митя ну перебарщивает. Да где я перебарщиваю? Я сейчас вообще себя сдерживаю. У меня даже сейчас вот микроволны вот от тебя, ты как микроволновку сейчас излучаешь. Котик. Даже где-то вот, ну, ну надо поработать, надо агрессии, надо внутреннее. Да у меня нет... Реалей, что ты сдержался, а ты когда сдерживаешься еще хуже. Ты когда вот, когда подожди, вот... Да злость это мое топливо, просто примите и поймите это, все. Хорошо, хорошо. У меня комару я как Халк, я всегда злой. Покушать? Мы пришли в итальянский ресторан. Так, ну... Там никого нет? Да, там никого нету, это, кстати, странно. Пожалуйста. Я в такие места не хожу, где никого нет. Да, мне никого нету, да. У меня звоночек. Прикольно. Да, уютно, уютно, мне нравится. Блин, как они естественно говорят? Инициатива была от меня, я хотела красиво это сделать. Как ты, кстати, относишься к устрицам? Просто пипец. Один раз в жизни я ел устрицы, мне не понравилось. Я не понял. Блин, почему? А знаешь, почему не понравилось? Потому что потом он свистал на толкан дальше, чем видел. Это просто пипец. Я эти устрицы съел, все, и мне всю душу оставил в туалете. При том, что на самом деле вкусненько вроде бы. Ну так, то есть ты какую-то водичку пьешь с лимоном. Получается, ты устрицу как таковую забиваешь лимоном, забиваешь соевым соусом и ешь воду подсоленную другими компонентами. Ладно, все поняли, забей. Давай. Я что-то не понял, странная консистенция. Охренеть, ты меня затыкаешь? У меня просто мысли есть. Очень дорогие. Просто я пытаюсь понять вот что сейчас. Мне вообще пофиг ты про эту устрицу что-то рассказывал. Короче, вот она говорит, я получаю 100 тысяч рублей. Она может себе позволить вот со съемом квартиры, она может в Москве ходить в ресторан и выбирать самые дорогие позиции. Она себе это может позволить? Почему? Если она в обычной жизни этого не делает, ну, суть по бюджету, да, там еще куча всяких расходов, там надо там себя в порядочек, на реснички сходить, да, 100 тысяч для Москвы это хорошо, но это не тот бюджет. А, причем, смотри, она не готовит дома, соответственно, она вообще никак не экономит на еде, на заказ доставки либо ходит в рестораны, правильно? Есть ли у нее в обычной жизни возможность позволять себе такие дорогие блюда? Например, ну, взять и на 10 тысяч просто поесть. Учитывая тот факт, что сейчас съем квартиры в Москве 50-60 тысяч стоит. И почему она сейчас идет, зная, что он 20 тысяч положил в конверт, и она что, сейчас планирует все бабки потратить? Зая, возможности нету, а желание есть. Ну вот, вот так люди, блин, и живут, то есть нужно жить по возможностям. Конечно, это странно, тратить 10% своего заработка за один поход в ресторан. Это просто нецелесообразно. То есть нужно считать так, если вы сходили в ресторан, и это меньше 1% от вашего заработка, то окей. Но если это 10, даже если это 5%, это все равно очень много, потому что так не работает. Так не работает математика. Естественно, убирайте. Она вообще не готовит дома, соответственно, каждый заказывает еду, это тоже не супербюджетно. Так, ты, извините меня, плов там наготовил, в целом деле ешь, условно. Ну, то есть такая дамочка, да? Make it, он make it. Я буду прямо гулять. Не думаю, что у нас есть цель пойти обожраться по полной программе. И я не думаю, что это как-то сильно ударит по нашему бюджету. За этот день, за этот бранч, за свадебный... Спасибо за такой сюрприз. Да. Такой сюрприз вообще, лучший ресторан в Москве, реально. Путь ко мне лежит точно через еду. В том числе через еду. Ты будешь прямо будем смотреть, или ты хочешь? Почему я никогда не буду брать вино или шампанское в ресторане? По одной простой причине. Цена в 10 раз выше, качество в 10 раз хуже. То есть они берут вкусное, дешевое вино, вкусное, дешевое шампанское, продают вам в 10 раз дороже. Они вам продают бокал по цене бутылки этого шампанского. Целые бутылки. Да. И скорее всего не настолько интересный напиток, который вы сможете найти, например, в каком-нибудь специализированном магазине, в который вы придете, расскажете про свои вкусовые предпочтения, попробуйте, не, не попробуйте, просто ваш дескриптор определяет и предложит вам за полторы тысячи рублей целую бутылку прекрасного вина. Но, например, коктейли в таком месте я возьму, потому что коктейли я себе не намешаю дома. Так интересно и вкусно. А, я хочу подождать. Ну, они выглядят прикольные, кстати. Вальдюра. На сегодняшний день наши отношения развиваются больше как дружеские. Ну, конечно, хотелось бы. Хотелось бы, чтобы отношения были более романтические. Возможно, разобраться, нужно ли ему отношения, поможет мой секрет. А где тут туалет? Там? Я подсюда схожу. Давай-давай-давай, конечно, сходите. Что, она сейчас в костюме медсестры вернется? Близняшка придет сейчас. Как здорово, что ты уже здесь. Это моя сестра. Саша, это я. Вообще не похоже. Охренеть. Это называется не похоже? Ну, я бы, я бы прям различила. Мне очень важно знать, кто такой Миша, что это за человек. Я не могла отдать свою сестру в руки непонятно кого. Соответственно, я должна в обычном опыте посмотреть, проверить. Что, подмешал уже туда? Ты готова? Ты готова? Да, я готова. Да, я готова. с ней общается, есть у них контакт. Ну, то есть... То есть оригинал вот? Угу. Так, код, бывшая. Держи. На какую руку? На правую. Игей, давай. Я думал, вот это, значит. Да. Я думаю, что Миша, поскольку он очень внимательный человек, как мы это заметили. Все равно они разные. Охренеть, вот это да. Вот это разница. Я спокойнее, то есть прям немножко расслаблена, сядься. Да. А вот близнецы же, они полнеют одинаково. В смысле, в одно время? Ну, то есть, если близнец полный, то его брат тоже полный. М-м. Ну, полнота-то, это же уже изменения твои. И вот как, как здесь происходит? То есть, может один близнец, например, там, разжиреть на 30 килограмм, а второй быть в форме? Ну, по идее, может. Ну, просто мы не видели. Мы вообще не то, чтобы часто видим. Мы же видим близнецов. Я, кстати, никогда не видел близнецов, которые вот один. 80 килограмм, второй 130. Ну, мы потому что видим близнецов в основном в поп-культуре. И там люди слезят за фигурами. Мы видим там в фильмах, в телешоу. То есть, там нет таких примеров. А в жизни-то я вообще никогда близнецов. Я вообще ни разу не видела просто вот людей. Ну, я учился с близнецами, они выглядят, но они оба хорошо, оба подкачаны, оба одинаковые. Что думаешь, раскусит? Ну, он может быть и раскусит, ситуация. Все, давай. Иди. Вообще другая. Прям вообще другой человек. Я начала так сильно волноваться, что из-за этого как будто бы я посыпалась. Какие-то голоса немножко другие. Давай. Давай попробуем лимонад. Давай. Когда она вернулась, я почувствовал, что что-то не то. Слушай, у тебя же тоже кот есть. Кот или кошка? Забыла. У меня сейчас нет кота. Да. Ну, он с тобой не живет просто, да? Ты как-то странно себя ведешь. Как? Как-то иначе. А ты бы отличил их? Ну, видно, она немножечко другая. Комплекция. Мне кажется, разрежь глаз чуть-чуть. Котик не живет со мной, потому что котик живет в прошлых отношениях. Да. И он в любви, в заботе, поэтому с ним все в порядке, да. А как давно у тебя эти отношения закончились? Отношения закончились два года назад. Ничего себе. Достаточно, чтобы начать новое, да. Передо мной сидит Маша. Она задает мне какие-то вопросы. Она в контексте того, о чем мы с ней говорили. Но я чувствую, что что-то не так. То, что меня пытаются обмануть. Ты вчера вечером ела роллы? Ела, ела. С чем? Слушай, с тунцом, по-моему. Ой, нет, не с тунцом, с угрем. Я забыла, как это называется. Да что ты говоришь? Да. Точно? Нет, на самом деле, не помню. Да? Миша молодец. У меня ощущение, что он прям... Блин, ребят, как он, вот как он чувствуется, представляешь? Как он чувствуется? Какая дедукция. Вообще. Свою игру. Мой взгляд падает на ее ногти. И я вижу там маникюр. У меня чик, галочка сработала. По-моему, я не видел этого маникюра. А вытяни руку вот так. Вытяни руку. Вот, нет, вытяни руку вот так. Что ты хочешь сделать? Не понимаю. Просто вытяни руку. Ты можешь протянуть руку? Мне еще так просто. Она вытягивает свою руку, и я смотрю, рука начинает дрожать. А я знаю, что Маша девушка спокойная, но человек напротив меня ведет себя совершенно иначе. Так с чем ты роллы-то ела вчера? Слушай, я не помню, я в этой рыбе вообще не разбираюсь. А ела ли ты вообще? Да. Ты уверена? Мы вчера были дома, и ты заказывал роллы. Точно роллы? Может быть, пиццу? Нет роллы. Ты же как раз роллы бы хотел. И запили все красным вином. Опять? Ты до сих пор продолжаешь хотеть? Скажи честно. Да? Или ты хочешь только бутерброды с инжиром? Бутерброды с инжиром. Ребята, сезон инжира, значит, покупайте чаобатку. Да уже не сезон, уже сейчас через неделю, все. Сезон инжира, значит, покупаем инжир, берем в продуктовом рынке овощном, залетаем, забираем, в три дрога, неважно, чаобату, ее обжариваем, туда рикоточку, намазали рикоточку, тоненькие слайсы инжира и мед. В смысле, не мед, то, что у вас получилось, а льем мед и получаем мед. Ну да, уже перед ним. Да, конечно, пили красное вино, да. Ну да, в чем получил его кота? Как-то странно ходишь в ответа. Я к этому ответу обязательно вернусь, потому что мне скрывать абсолютно нечего. Тебе есть, что скрывать. Что вообще происходит? А человеку, который сидел со мной до этого, скрывать было нечего. Было волнение очень сильное, и я раскололась буквально на первых минутах. Меня не обманешь. Я сам, когда вы хочешь. Здравствуйте. И в этот момент заходит Маша. Я просто в шоке. Я вообще не пони... Блин, ребята, вы устроили такой перформанс. Это очень круто. Я максимально офигел. Здравствуйте. Видимо, как-то не так. Попиши, как он офигел. Попченки вы даете. Попченки, вы молодцы. Давайте мне пять вдвоем. Молодцы. Как я вас, а? Я очень... Как я вас, а? Как мы вас с братом? Дайте мне пять вдвоем. В любом случае, теперь будет еще проще, потому что мне приходилось прямо с тебя сдерживать. Он симпатичный молодой человек. Ну, мне было интересно, как он на меня отреагирует. Когда ты зашла и начала что-то говорить, поведение, движение были абсолютно другими. Ну, я знаю, потому что... Ну, они реально разные, прям по ним видно. Ну, я пыталась. Я так очень медленно все делала. На что я еще начал обращать внимание, когда я практически убедился в том, что подмена произошла. Здесь маникюр. Ну, ты все-таки... Да, да. Давайте мы еще примерно полчаса пообсуждаем, потому что мы же за кадром все это не слышали и руки что-то тряслись, не тряслись. Пытались скрыть. Ну, ты очень внимательный все. Тебя вообще невозможно наколоть, мне кажется. Вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Правда. Да. Это было круто. Я не знаю, что будет дальше. Ну, на данном экране... Ну, дальше, видимо, ты будешь... Дальше ты будешь ее обманывать. Максимальный, правда. И что касается Марии, она для меня открылась вообще по-другому. Мне понравилось, что она была сдержанная, не говорила про свою семью. Прямо в экранизации Atomic Heart потом играет. Да-да-да-да! Я, кстати, жду. Я чувствовала, что она на... Поиграй в игру. Поиграй в игру. Мне сложно играть. Ой, тупая. Нормально. Нет, классно. Блин, интересно. Самый близкий человек. Мы всегда вместе. Хотя... Ты должна рассказать, по кого это просто? А я еще бы... Просто я буду тебе сеть, мить пройди мне, пожалуйста, это мить. Да я сам там затупил, мне тоже скучно. Ну, если даже ты затупишь. Я вот где-то вот этих биолабораториях в начале прям неинтересно. Мне надо их пройти, может быть там действительно сюжет пойдет. Ну, мне вот скучно, я не могу проходить игры. Да, вот было прикольно, когда в начале там по поверхности они передвигались, а сейчас вот по этим пещерам... Напишите, ребят, что там дальше сильнее? Что стоит в Atomic Heart дальше играть? Все, что... А вдруг у тебя тоже бизнес? И тебя разменяют? Блин, правда вдруг? Это мало ли. Давайте за знакомство. Вот они пьют что-то, а мне захотелось томатного сока. Может быть, я в полете сейчас нахожусь? Проверить его внимательность, но, к сожалению... Проверку прошел. Такие красотки, прям не могу. Они когда вдвоем, прям усиливается их красота. Магия, магия. 7,750 на двоих. Да. Пойдемте. Ну, нормально. То есть, про что мы с тобой и говорили? Она внесла в бюджет 10 тысяч, считай, она все это потратила сейчас. Энергетики, кажется, что у них не склеят соотношения. Вот, это мой вердикт. Она все так говорит. Нет, 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 нет. Я вообще, я вообще не всегда говорю про твоих парней. Ты никого не одобрила еще. Кошка спалила. Это спалило, что парней много было. Миша, он очень такой, ну, он себя любит. Он такой, как, ну, немного нарциссический молодой человек. Это не типаж моей сестры. Вопросики к Мишу у нас еще остались. И поэтому я подготовила сюрприз для нашей пары. Чтобы... Ну, вот смотри, я тебе так сейчас задам вопросик. Вот Миша смог бы стать мистером Икс? Да. Вот изи. Вот чистый типаж, как будто бы они просто туда его не взяли и такие, слушай, давай, чувак, сюда. Просто, ты же, представляешь, мистер Икс, у которого есть близнец? А-а-а! Сколько сегодня я никогда не ходи? Миху партозе пишите. А прикинь, прикинь, если близнецы будут в третьем сезоне и, типа, девочки не будут знать, а мы только зрители будем знать, что это близнецы. Го-о-о! Николай, пишите. А, я бесплатно. Николай, забирайте. Забирайте, честно, вообще. Нам не жалко. Нам не жалко, да. Как раз таки, права ли я по поводу него, или все-таки я была не права. Машка у нас очень любит помогать животным, она очень их, в принципе, любит. Она у нас, да, кошатница, ей очень это важно. Но ты вроде тоже говорил, что ты... А каково это вот он такой идет по Москве, с двумя такими, ход близняшками. Ну вообще, вот как вот он? Ну я бы шел между ними. Ну я бы тоже вот. Да-да-да. Ты тоже любишь животных. Кто тебе больше нравится? Давай вот сейчас мы определим. Мне вторая больше нравится, которая пришла. Мне тоже нравится, как на работе. Да, мне вот реально, она прям такая, прям... Она какая-то, как будто женственность от нее больше. Я взяла вас в это место, чтобы проверить, правда ли ты такой. Или это все игра, да. Или это все игра. На самом деле, это наша не конечная точка. Для того, чтобы пройти испытание, мы должны здесь кое-что купить. А я думаю, что это кошачий корм есть. Это, наверное, это челлендж. Это кошачий корм. Определяем, что вкуснее. Еще в магазине. С креветкой или с говядиной. Самое первое испытание. Готовы ли вы потратить свой бюджет? Конечно, готовы. Бра-а-а-а. Он был рад, он, правда, видно, что он был заинтересован, что он захотел помочь. Как вызов Маша, а вторую как зовут? Как украшит нашу? Какую зовут вторую? Зайка. Готовы ли потратить весь бюджет? Вам спасибо. До свидания. Спасибо вам большое. Весь бюджет это 20 тысяч нужно было потратить на корм. Здравствуйте. 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 Они пришли кормить кошечек ваших. Мы приехали в зоо-центр. Это центр, куда привезли бездонных животных, они их стерилизуют и отправляют на передержку до того момента, пока котика не заберут. Сейчас в зоо-центре около 250 котиков разного пола, возраста, окраса. Обычные люди, такие как и мы с вами, идут по... И вы приперлись без двумя пачеками корма, когда в центре 250 котов. Блин, честно, я прям на них залипаю. Я тоже. У меня прям какие-то художественные образы. Какие художественные, которые на заблокированных сайтах в РФ? Не-не-не, я бы их использовал именно для... А смогут ли они сыграть? А им, по-моему, играть не надо, им просто вот стоять надо, всё. Вот эти вот волнистые волосы, вот ты говоришь, вот эти развлекательщики, я даже так не накручу, то есть я не понимаю, это какой-то просто свой стиль вот этой прической. То есть у меня, допустим, вот эти волосы, ну, короткие, то есть я когда закручу, это будет вот так, а у них они длинные, они как-то сюда вот волну... Вот им ничего говорить не надо, просто стоять. Да, очень красиво. Немножко маяка подобавить и платья и... Мне вот когда первый раз нам показали девушку, она мне показалась, ну, типа, девушка и девушка. Ну, внешность вечная, но когда они вдвоём, просто усиливаются, я тоже на них вообще... А представляешь теперь, я теперь жду этих двух парней, у меня вот, я чё сижу, эти двое, эти двое, и всё. И фильм. Восемнадцать лет. Короче, надо хантить их. Да не, не восемнадцать лет. Самый большой мой страх был, когда я сюда приеду, это то, что я уеду с ещё одним котом. Ну что, Миш, ты готов помочь какому-то животному? Да вообще с большим удовольствием. И взять себе... Взять? Да, я бы с удовольствием это сделал, но в моей съёмной квартире, к сожалению, не разрешают с животными. То, что они предложили взять Мише там котёнка, и он отказался, я считаю, что это решение взрослого мужчины, трезвого мужчины... Согласна. Ну, девочки и мальчики, у меня получается бамбл домашнего приготовления и меренговый рулет не домашнего приготовления. Продолжаем. Спасибо большое за информацию. Не будет мучить это животное. А что нам вообще нужно сделать, чтобы стать куратором котика? Найти котика, мимо которого вы не сможете пройти мимо. Смотря на этих всех животных, ты понимаешь, что им действительно необходим хозяин, им необходима любовь. Потому что каждый зверь, каждый котик или кошечка, они очень ласковые, очень тактильные, и им просто необходима любовь, необходим хозяин. Блин, а как вот можно реально прийти, одного выбрать из всех этих... Я думаю, что животное само тебя выбирает. Он действительно любит животных, любит им помогать. Ему было приятно, он сказал то, что он очень рад, что люди занимаются хорошим делом. Он даже захотел помочь, поучаствовать, взял контакты клиники и будет рассказывать о ней в своих соцсетях. Проведя целый день с ребятами, сегодня я между ними почувствовала... Я обожаю такие, знаешь, настоящая помощь рассказать в соцсетях. Слушай, у меня, знаешь, другой вопрос. Вот реально после каждого выпуска у нас ребята находят их в соцсетях. Я клянусь, я не понимаю, как это сделать. Вот просто настолько вот нет никакой про них информации. Ну, может, надо имя, фамилию запоминать, но люди же не всегда используют имя, фамилию, да, как бы. Всегда их находят. Но надо очень захотеть. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Спасибо. Связь. Ну, может, это не связь, а просто такая искорка. Миша хорошо к Маше относится, он проявляет какие-то знаки внимания. Слушай, ну ты прям хор. Это очень милый человек, поэтому мне кажется, что... Как ее зовут-то? Вот я даже запомнил, что ее зовут, а вы говорите в соцсетях. Миша зупая. После насыщенного дня... Они опять на Патрик. ...с сестрами-близнецами, Миша решает показать Маше свою холостяцую... Не бежай, я такой же тупой, я даже не помню, как Машу зовут. Мурашка. Я митюшку вчера делал. И решить, готова ли она ночевать в квартире мужа. Силы подсознания. Книгу я. Книгу я снимаю. Сейчас я проведу тебе по ней экскурсию. Я думаю, что у Миши квартира творческого человека, где есть... Это вся квартира? Классика московская. 20 квадратных метров за 70 тысяч рублей. У меня не очень большая квартира, у меня студия. Так как я сейчас пока живу один, мне этого более чем достаточно. Ну вот я правда думаю, что для одного студии вот так. Мы просто жили уже с тобой вдвоем в студии, и это было, конечно, ну по молодости. Мы жили вдвоем с бизнесом в сфере общепита. Да, а потом в другой сфере. У нас просто был склад. Все было всегда складом. И вытяжки не было на кухне. Мою небольшую, но уютную. Ну был прикольный открытый балкон. Да, я там рисовала. С чего начать экскурсию по этим огромным хоромам? Для двоих, мне кажется, конечно, квартира будет маловато. И будет абсолютно, ну, некомфортно жить просто в ней. Здесь я готовлю, как правило, только завтраки. Какие-нибудь сырники или еще что-то. Молодец, вообще-то это. Да, маленькая. Слушай, да ладно тебе придуриваться. Ты же сырники ходишь, покупаешь вот эти вкусненькие твои любимые. Вполне хватает. Но смотри, какая чистенькая. Аккуратненькая. Ой, 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 ой. И не в центре Москвы. О, вот это, мне кажется, самое интересное. Ну, ну такое, да. Это такое. В том-то и дело, что уж не в центре Москвы, можно было бы и не студию тогда снять, если уж на то пошло. Если ты хочешь жить в центре, конечно, больше ты себе вряд ли сможешь позволить. А уж в Троицке, наверное, ну, как бы с кухни можно однушку взять. Да. То есть вот странно. Выглядит очень круто. Мы можем это включить вообще? Давай включим. Повертеть все. Интересно. Она вот так вот делает, типа? Мне так всегда интересно, как это работает. Я никогда не пробовала. Ну, у Ксюши спросишь, у Докалис. Обязательно. И у Саши Спилберг. Ну, да. Давайте такую клубу. Ну, сколько оно стоит? Ну, 1300. Два дня. Два дня поплакать. И ходы были логичные, и плавные, и слушатели им это нравилось. Блин, он все объяснил, он все пропустил. А все почему? Потому что не работает программа. Походу, кино не будет. Но, к сожалению, он не смог мне продемонстрировать свои способности, потому что он не смог его включить. И чисто ты. Конечно, ситуация странная, но я думаю, что он мне еще покажет, как он работает. Да, это ситуация странная, примерно такая же, как у нас был товарищ Металлург, который не смог сердце вырезать. Вот примерно, ну, вот уровень ситуации такой же, да. Ну, был насыщенный, у нас день, яркий, да. Пытались включить установку везде, диджей. Скиньте, пожалуйста, соцсети вот этих близнячих. Я вам серьезно говорю, у меня прям есть творческий проект для них. Поэтому вариантов... Вариантов мало. Варианты какие? Разложить этот диван. Нормальный творческий проект, не порнухая. Ну, естественно, ты лежишь на диване. Да поняли все. Кот, где прибьюсь? Я спросил у нее, как ты считаешь, где, по твоему мнению, я должен лечь? Еще и на диване спать. Она говорит, ну, я, короче, сплю, а ты, типа, разберись. Я бы не хотела, чтобы... Ребят, простите, вот вы меня можете вот убеждать, переубеждать, что существуют уже хорошие диваны. Мне кажется, ни один диван не заменит кровать. Я лучше пожертвую местом, но я не готова спать на диване, правда. Был у нас опыт, и много лет мы спали на диване. Вот кровать, вот здоровый сон, это вообще залог вашего успеха по жизни. Если у вас нет хорошего сна, до свидания. Я понимаю, что там условия, реально в студии же кровать не поставишь. На одного. Ну, на одного, ладно, да. Ему 20. Ну, вдвоем нет. 28 уже такое, уже преклонный возраст, да, уже пора о спинке думать. Ну, сейчас по-другому немножко уже все. Поколение другое. На диване. Он мне сказал-то, что он этого делать не будет. А мне сколько лет? 31 или 32? Да, я не знаю, 32, наверное. Или будет сейчас. Сигирали мне 32. А тебе 32 исполнился сейчас, да. Так у меня на три года всего младше. Заид ганила. Все хорошо. Кровать покупать. Она, кстати, сзади длиннее, чем спереди. Да. Мне хочется даже где-то понаглеть, но я понимаю, что, блин, а вдруг это не увенчается успехом. А в сон, в которой я сейчас, она не позволяет мне пойти на этот риск. Да, все, ложись, располагайся. Почему? Мне просто надо будет все-таки поработать, посидеть в компьютере. Да, но я постараюсь это сделать тихо. Где ты можешь сидеть? Нет никаких созвонов, звуков, поэтому отдыхай. Хорошо. Чувствуется от нее такое чуть напряжение. Не знаю, с чем это связано. Может быть, ей... Может, с тем, что у нее футболка не закрывает нижнюю часть. Может быть, потому что ты не выключил все ту длину ленту, которая в лицо светит. И свет не выключил. И операторов не выгнал из комнаты. О, отлично. Оставь всю эту сдиотку. Спасибо. Все, отдыхай, да. Я немножко посижу, пока поделаю дела. До завтра. Я человек... Ботов удаляю из телеграма. Да, может, он накручивает ботов? Кто мне накрутил ботов в инсту? Блин, отпишись. Сколько можно? Уже два года меня мучаешь. Все, загнулась. Создала второй инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо. Начинаю новую жизнь. Так а что ты вот тут рекламируешь? Какая разница? Ты вот этот инстаграм, который рекламируешь, он не нужен вот здесь. Он нужен на основном канале. Какая разница? Я могу прорекомировать? Ну, придет ко мне 10 новых людей. Я уже буду счастлива. Я начинаю новое дело. У меня новая жизнь. Мы реально... Это просто прикол с этими ботами. Мы с Митей сравнили статистику. У меня, короче, статистика такая. Типа... Она фиксирована несколько месяцев. Мне пишет инстаграм, что меня смотрит 28 тысяч людей в месяц. Вот, чтобы понимали, у Мити эта цифра миллион. Ну, там не миллион, сколько, 500 тысяч. Ну, да, да. При том, что у меня вот такой окажет. Да, да, да. То есть у меня просто стоит все. Я не знаю. То есть у меня реально много людей продолжает смотреть в сторис. Но это мои постоянные уже гулочки, которые 10 лет уже там, наверное, со мной в этой инсте. И я в какой-то момент, мне миссия говорит, может, тебе новый инстаграм завести? Я такая говорю, а в целом, а что мне терять? И это уже, ну, просто не рабочее. То есть я для своей аудитории там что-то поищу, да. Но у меня даже рилсы на миллионы залетают. Ну, просто ноль. У меня только отток постоянный. Рилсы все фигачат, фигачат. Все продвигаются. Я такая сижу. Я потому что забила последний год уже вообще руки опустила. А надо не опускать руки. А я вот не опускаю. Надо пуститься одна дверь закрылась, открой вторую. Да, у меня вот две тысячи подпинщиков уже в астернаме. Две тысячи подпинщиков. А вот они сейчас придут, две тысячи десять будет. А ты говоришь. Поддержат меня, рилсики посмотрят, чтобы они полетели. И все. Спасибо, что подписываетесь на нас. Да. Спасибо, что поддерживаете на Бусте. На YouTube тоже подписываться, я забыл сказать. Блин, да. Кстати, да, кстати, где вообще? Я это забыл делать. У нас, кстати, Белка канал, он, кстати, в такой же сейчас стагнации находится. Ну и ничего. То есть он тоже в рекомендации не попадает, ничего, там пять просмотров собирается на видосы. И мы все равно продолжаем. Ну это да. Ну сейчас, конечно, нужно новую веху искать, понимаешь? Вот в свадьбу слепую оно вот не продвигает так нас. Мы просто уже сидим, расслабляемся, отдыхаем. Ну да, для старичков, да. Даже как и я говорю, что я инсту веду, но для постоянников уже. Я понимаю, что это никак вообще не дает никаких перспектив, но в целом, ну как бы, ну не бросать же уже. Потому что так нельзя. Потом сидим, ничего, сейчас дома ягодка, ну а чё? Вообще мне надо уходить с канала, я понял. Потому что подписываются все на тебя. Да, это правда. Подписываются на твои реакции на комитет. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, если иметь и нужно уйти с канала. Просто поставьте 5000 лайков, и я уйду с канала. Чё, вот так? Ну да. Ты же новый пойдешь, ты... А может они в теннис умеют играть в близняшки? Ну вот это как раз уже, кстати, можно, да. Ты прикинь, если... Ну их можно обучить. Ты же есть даже тренер. Да. Всё, всё, уже можно спешил. Блин, я же сама это сказала. Ты же сама продала. Короче, 5000 лайков Митя уйдёт с канала. Да. Ведь реально сейчас это хорошо. Они же реально, прикинь, в первый раз в жизни они соберут лайки. Первый раз в жизни мы просилили. Ну значит, это... 5000 это же мало. Ну для белки это очень. Для белки сейчас это много уже. А потом, слушай, спустя 3 года. Кстати, мы набрали на этом видео 5000 лайков. Митя, уходи. Митя там уже вообще там уже смертонат. Митя уже ушёл. Митя уже ушёл. Сам, Митя, давай. Возвращайся. Стабильно. Я бы не назвал это стабильностью, которая мне нравится. Потому что мне действительно хочется... То есть ты думаешь, тебе нужно из кадра уйти? Не, вообще уйти с канала. Ну я знаю, что ли. Или будешь сидеть и битву шефов смотреть под 2 часа. Блин, кстати, ну... Не, знаешь, как я тебе хочу сказать? Если это будет продвигать наш канал, я готова взять на себя. Но это очень сложно. Это так сложно, что я даже... У меня же были ситуации, когда я одна смотрела битву шефа помощи, кондитер смотрела. Не, битву шефов это очень много лайков. Такое преодоление себя, да. Я могу. Я человек, я же пахарь. Мне в целом вообще без разницы. Ну, пацанок, наверное, бы не смогла. Но там к концу, честно говоря, я сейчас больше готов пацанок снимать. Нет. Потому что там еще что-то... Какая-то интересная другая механика. Просто... Это как, знаешь, это как шаг... Вот я выбрался из бездны. Мы из нее вышли. И обратно в нее надо вступить. В этот лимб. Ребят, не ставьте лайки, пожалуйста. Ну реально, куда вы, Митюшка-то? Это мы прикалывались. Или не прикалывались? Да нет, нет. С 5000 лайков я ухожу с канала. Все, я вам серьезно говорю. Нет, ты чисто такой, типа, иди сама, короче, там работай. А на Бусте ты останешься? На Бусте останусь. От нее эмоции. Я бы хотел как-то взбудоражить ее на самом деле. А прикинь, ну ты просто хотел поставить лайк, что ему понравилось видео, а ты... Ах... Все, уже, назад по тени. Три лайка, два лайка под видео, какая разница? Что, реально? Да я посмотрю, сколько лайков. Очень мало. Ну вы, конечно, обленились в конец. Ну ничего. Да я понимаю, людей... Я сама никому не ставлю, конечно. Не, я, кстати, ставлю. Я на всякие... Тысяча лайков. Это с учетом... Смотри. Это еще на Оксану Самойлову. Смотри, там еще же не просто тысяч... Вот смотри, вот последний. 999 лайков. 20 тысяч просмотров. А знаешь, в чем фишка была? Там за 5000 лайков я должен был купить кожаные перчатки, как у Гуара Витисян. То есть там был такой байт, а этого байта нет. А, нет, из канала не уйдешь, все нормально. Ладно, да, ставьте, ставьте, давайте. Удачи. На кемпинг. Я люблю походы. Будем испытывать его на прочность. Люблю походы. До этого... Станы стилевые. До этого, говорит, я вообще экстрим не люблю. Ну ладно, окей, походу не экстрим. Я надеюсь, что он пройдет, например. Слушай, а куда это они приехали? Не туда, куда Семик ездил? Там тоже, он говорит, блюд был. За мне нужны такие штаны. Как он парня? Ночевать, несколько дней даже. Дэн, напиши, где покупала. А, Миш. Дэн, вот. Ну почему у нас нет друзей, да? Да, да. Я скажу больше, не сколько нравится мне это, а справлюсь ли я с теми задачами, которые будут передо мной стоять. Мне идея очень нравится, реально. Палатка-то есть у нас с этим? Палатку мы сейчас приобретем. Купим. Да? Да. Здравствуйте. 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 Вот ваша палатка. Ну, нет. Ну, могу предложить вам палатки, место для кемпинга. Да, давай. Блин, такие диалоги оскароносные, я не могу. Какие-то локации, да? Можно на любой части поля. Могу предложить вам палатку, рожек, угли. Да, давайте. Нам нужна палатка. Мы берем все. А бюджет у вас есть или вы все на патриках оставили? Одна местная, двухместная. Зоя, не уходи. За тысячи две пятьсотных. Зоя, мне кажется, это наш последний ряд. Ничего не бойся я с тобой, утренней звездой. Тарарар, в покой. Это наш последний ряд. Ничего не бойся я с тобой, утренней звездой. Ну, завершу хотя бы эпичную нашу карьеру. А что ты, мы ее внизу? Мы просто начали снимать уже, а то на середине видоса решили карьеру заканчивать. Обожаю. Это последнее выступление, как в фигурном катании, типа все. Ты уходишь, как говорится, мы типа в тренеры уходим. Я продолжаю сольную карьеру, а ты уходишь в продюсирование тренерства. Близняшек, близняшек буду продюсировать. Прикиньте, просто один ряд на свадьбу вслепую, а как все перевернулось. Ожидали ли вы в этом начале? Нет. Двухместная палатка. Да, идем. А нам теперь одноместная только нужна. Она считала, возможно, председательный момент, что этот вайп абсолютно не мой. Находясь здесь, она поняла, что мой внутренний вайп, мой внутренний мир, он другой, он более... Вайп или мир? Минус вайп. Минус вайп, да-да-да-да-да. Природу, ценящий отдых на свете. Некомфортик. Некомфортик и неосознанник. В воздухе и любящий время вдвоем. Сейчас будем тратить наш семейный бюджет. Ну, деньги есть. Да. Умани надо. А ты умеешь, кстати, играть на гитаре? Я? Да. А я умею тебе сыграть? Я не заканчивал музыкальных школ. Да мы уже поняли, это по диджейскому твоему сету. Понятно. Я решила его проверить. Думала, сейчас снова не справится, потому что он не похож на человека, который, в принципе, умеет что-то делать руками. Так. Что-то да умеет, ладно, что. Будет легко сделать. Ей казалось, что я вообще просто городской парень, который не способен там в руках держать топор и там... А на Бали, он где жил? Думаешь, в отеле в пятизвездочном? Зая, там на Бали ты просто под лопушком, под пальмой. В песочке так ямочку вырыл. Покакал туда, взорвел. Даже взрывать не надо. Ну, честно сказать, я реально хочу на Бали съездить. Я тоже, я не могу. Я прям вот правда хочу. Кстати, надо. Блин, давай. Ну, просто там же нужно... Давай. Минимум. Давай! Пять лайков, едем на Бали. Так, все, ладно, ипотеку выплатим, поедем. Не, ну, просто надо... Слушай, туда на Бали ездят вообще люди просто... Не, 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 в другом деле. Ну, просто это как надо на неделе ехать, надо как-то с сада. Мы сейчас не можем пропускать, у нас программа подготовка к школе. У нас. У нас. Мы пописали, мы покакали, да? Ну, у нас, у ребенка, у нашей. Вот пусть ребенок и занимается школой, а родители пусть отдыхают. А кто его будет водить в сад? Ведь с кем он будет жить? Самостоятельно с ученым. С близняшками, я думаю. Они уже станут членами нашей семьи, потом это будет интервью, как Мея Бойко, да? Это все я делала, это все мы делали. Это продюсерам просто. А мы вообще, мы вообще с его ребенком сидели, пока он на Бали с женой есть. Мы вместе собрали палатку. Он там взял на себя всю ответственность, начал раздавать указания. Это палатка. Разжег нам костер. В общем-то, я приятно удивлена. Сидень, не надо есть. Сидень, она сейчас сама возьмет. Офигеть. Так, Машу не обижать. Также сегодня Миша мне обещал гитару. Я просто сказал вам, что я люблю, когда на природе можно поиграть на гитаре, попеть песни. И он договорился с Анастасией, с девушкой, что гитара будет. Слушай. Со своей девушкой договорился, что гитару принесет она. Давай бахнуть. Да. Все, скоро приду. Давай. Какие они в теннис играют реально, просто представь. Вот эти юбочки. Только они играют, короче, в настольный теннис, но играют в форме теннисной для большого тенниса. Ну, вообще-то у настольного тенниса такая же форма. Да, вот эти юбочки. Юбочки, да. Дал сюрприз. И испытания даже в какой-то мере от Маши. А там уже картой сидит, наш ряк смотрит уже. Сидит уже на ус наматывая соль. Да, он сейчас с собой занят. Да, да, у него есть кого продюсировать. С кем вы связались. Как раз, как раз, понимаешь? Он сейчас немножко фокус внимания сбавил. Все в себя, все в себя. А мы тут раз. Молодые свирепые залетим. Вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Да уже мы поняли. Уже давай. Чего? Кого я вижу? Здорово. Слушай, ну похоже вообще. Похоже пипец. Есть такое, да? Мы братья. Братья-близнецы. Миша, Илья. Дружные, нереальные. Видишь, зубы это сделал, а этот нет. Ну да. Не, пи***ц. Блин, так как же это работает? Это просто... У нас есть сильное отличие сейчас. Брекеты. Это зубы. Зубы, да. Смотри. Блин. И волосы тоже. По-хорошему заряжать нужно сразу. Просто вниз смотри вот так. Там-бам. И начинаешь просто играть, петь. Дальше... Блин. Ну видно же волосы вот у этого, корея. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Мой шикарный. Все, погнали. Ничего не больше. Так, ну... Давай. Шел с мыслями, что она раскусит меня. Когда зимой холодною в крещенские морозы... Буквально первые минуты. Что-то в порыв, в порыв душевный. Думаю, он сейчас точно посмотрит на мои зубы. Щебечет песню соловей, и распускают сами мозы. Поймёт, что это не я. Ну, в смысле, я это не Миша. Ты посмотри, как глазками стреляют-то они, а? Пять тысяч лайков, я ухожу с канала, вы помните. А как ты на доме ягодки? А это Бусти. А, мы же там планируем номер подготовить. Ни сном, ни духом вообще. Это говорит не о том, что Маша очень невнимательна. Ты знаешь, она просто не предполагала, что мы сможем подобрать такую сложную пару братьев. Она хотела удивить то, что она из близняшек. А то, что Миша может быть из такой же ситуации, она не предполагала. А почему ты говоришь, что ты не умеешь играть? Ты играешь просто... Это не особо умение. Пару аккордов выучить, это не так сложно. Я была удивлена, потому что он говорил, что он не умеет играть. Я ему говорил, что у него брейки-то, кстати. Зачем ты так говорил? Ты же все умеешь, молодец. Так, а мы будем еще мясо жарить, да? Правильно я понимаю? Да. А что это за мясо? Курочка? Индейка. Индейка. Прекрасно. Че, не хочешь попробовать? Индилай. Ну, если ты не только нам покажешь, как. Давай, конечно. А как несись надо? Ну, садись, конечно, давай. Нет, встань, попрыгай. Он отвечает за, соответственно, зажим аккордов. Теперь, может, какой-нибудь бой сыграть такой тоннель. А у него даже такая же сережка. А я думала, что фейковая. Вообще прекрасно отличается. Да-да-да. Ее речь просто исчезла. В этом моменте я сам немножко переживал за ее состояние. Да ты че? Реально? Я взял ушел. Ты не взял ушел. Иди сюда. Хорош. Серьезно? Да. Иди сюда. Я не пойду. У меня до сих пор шок. Я до сих пор не могу отойти. Потому что я буквально вчера так же разыграла Мишу. Я убежала с гитары. Я просто убежала. Мне было страшно. Это очень страшно. Я даже брекеты не заметила. Меня не было с ними минут 20. Может быть и 30. И оказалось так, что Маша абсолютно ничего не поняла. Так что, Маш, когда я сказал тебе о том, что ты даже не понимаешь, с кем ты связалась. Теперь ты понимаешь, с кем ты связалась. Да он прям ждал уже тот момент, чтобы это сказать. Уж ты поняли уже. Стратег. Чтобы это не показывало зубы. Сядь, кепка вниз. Я еще думаю, что так сидишь, кепка вниз. И я подумала реально, что тебе просто неловко играть. Вы вообще дружные? Вы часто общаетесь? Конечно. Брат или сестра-близнец, это вообще, наверное, самый близкий человек. Да. Который как никогда тебя понимает. Эта связь, безусловно, есть. И мы держимся за нее. Правда, Илья? Так ведь? Конечно. Это правда так. Старший Илья, ты? Нет, Миша старший на 5 минут. Ты старший? Да. Была возможность поговорить с Ильей наедине по поводу предпочтений Миши в девушках. Что вот точно есть в Миши, что тебе точно вот прям понравилось? Мне нравится вообще в принципе, как он мыслит, думает, его какие-то взгляды, чувство юмора. Нравится, да? Да. Чувство юмора это вообще на первом месте всегда, на самом деле. Ну, да. Это очень важно. Да, да, да. Девушки всегда обращают внимание, мне кажется, на чувство юмора. Вчера, например. Я, может быть, не понимала. То, не то, знаешь. А вот сейчас уже понимаешь. Ну, сегодня, да. Первые дни у нас не было особо коннекта. Сегодня, на самом деле, был такой день, который дал мне больше уверенности в том, что Миша мне симпатизирует. Ну, да, знаешь, ну как бы, а что, времени немного нужно. Какие вообще, в принципе, Миша нравятся девушке. Самое главное, чтобы она была искренняя, с ним, добрая. Никакой конкретики, к сожалению, не было. А что, у тебя не конкретная, искренняя, добрая? А не с Ильей. Я не помешал? Нет, нет. Нет, мы обсуждаем важные вопросы. Важные вопросы. Говорю о том, что тебе нравятся искренняя, добрая девушка. Какие девушки тебе нравятся, нам обсуждаем? И говорю о том, что внешность вообще не на первом месте. Маша хорошая девушка. Вроде типаж достаточно его. То есть светленькая, стройненькая, хорошая, милая. Но все же интуиция подсказывает, что, наверное, все же не его история. Давай, рад был тебя видеть. Уже обоим подсказала интуиция. А как не верить интуиции близнецов? Все, хорош. Давай. Пока. Блин, все-таки длинные волосы у мужиков как-то ход. Конечно, хорошие волосы такие кушаешь. Еще, вы тогда просто. Капна. Как ты смотришь на это? Да, я за. Ты за? Да. Клево. Отлично. Супер, супер. Сегодня мы решили остаться в палатке. Решили провести вечер. Давайте еще. Давайте, получается. Я думаю, что это пойдет нам на место. Комарами там. Ну, после даже вот этой ситуации с братом, когда я была в полной растерянности, в полном шоке, я была прям не в себе. Он воспользовался положением. У меня, конечно, я привил внимание, обнял меня, подошел, утешил, так скажем, ну, поддержал. Мне хочется такого внимания побольше, на самом деле, от него. Уже намекает, намекает, а он все телится и телится. Ну, сколько можно говорить, извиняюсь, девушки. Доброе утро. Доброе утро. Давно не спишь? Давно. Я что, ты смотрела на меня спящего? Лежала и смотрела на тебя. И как я? На твой утренний. Не противно выглядит? Очень, очень мило спишь. Утром с Мишей мы получили сообщение. Что идем в бассейн, видимо, по звуку. Какое-то голосовое сообщение. Включай. Какое-то голосовое сообщение. Для вас еще один эксперимент от нас, для того, чтобы вы еще лучше почувствовали друг друга. Я не могу. Есть версия? Думаю, может быть, это какой-нибудь кулинарный мастер-класс. Это ты? Это не моя идея. Ты же уже в бассейне подсъемы делаешь. На самом деле, это танцы какие-то. Давай, короче, посыпаемся, тогда позавтракаем и... А завтрак чем планируете? Сейчас сырнички тебе из пакетика. Танцы, я же сказала. Мы же с тобой смотрели сколько. Кстати, моим новым курочкам, у которых я буду продюсировать, кокошники подойдут очень. Так, Мить, они будут в кокошниках в теннис играть? Мы тут уже такой накидали. Блин, как хорошо, что нас смотрят два человека. Реальная реакция. Мы просто чисто союжики. Мне кажется, надо все-таки убирать из публичного доступа. На всякий случай. Потому что это уже информация... Да. Просто у тебя на компьютере будет лежать. Мы зашли, и тут я вижу маленьких детей в танцевальной форме. И я поняла, что это будут танцы. Сегодня мы танцуем очень классный, чувствительный, сексуальный танец. Можно, может быть, попробовать догадаться? Вок. Это парный танец, где партнер с партнершей очень близко друг к другу. Это танго? Нет. Я думаю, что это... Бачата. Правильно. Честно говоря, я вообще не знала, что такое бачата. Я думала, что это танго. Оказывается, это вообще совершенно другой танец. Я понимаю, почему в реале такое задание для нас. Возможно, им кажется, что где-то кто-то из нас, может быть, ведет себя замкнуто или недостаточно. Тоже интересно. Возможно, да, речь действительно идет о Маше. В принципе, изо дня в день я лучше понимаю, лучше я чувствую. И у меня уже есть представление о том, какая она девушка, какой она человек и как она себя ведет в той или иной ситуации. Правая, левая, за подбородок партнера дотянуться и посмотреть на него. Было бы неплохо, если бы таких экспириенсов было больше. Таких тактильных, где мы прям взаимодействуем друг с другом. Посмотреть на него. Хорошо. Трогайся пока рад. Миша, держи свои руки. Маша сама по себе девушка непростая. И она не из тех, кто позволит малознакомому мужчине прикасаться к себе. Блин, вот я не знаю, как он видит, но вот весь выпуск она говорит, уже хочется, чтобы он меня потрогал, чтобы мы перестали быть друзьями. То ли она как-то телесно не проявляет. Пространство. Я пытаюсь. Да, по-моему, она как раз проявляет. По-моему, только что она, например, ногу заносила, а не он ногу ее к себе тянул. Она вообще, в принципе, до него... Можно бачат выйти? Брат, мы твоих шагов вообще не видим, если честно. Возникает некий диссонанс. Пока, брат. По-моему, мы танцуем бачату. Танец, как думаешь? Для партнерши. Для партнерши. А для кого танцует партнерша? Для партнера, видимо. Для себя. Да, поэтому наша задача должна сделать максимально комфортно ей. Я как бы сама тоже... Ну, классика жизни, понимаете? Закон жизни. Если я не вижу, что мужчина во мне не... Так, ладно, давайте еще раз посмотрим момент, где она не проявляет никакого физического контакта и не хочет чувственного взаимоотношения между ними. Я не считаю, что это должно быть... Вот вообще не проявляет. Прям с моей стороны. Алло. Понятно. Слушайте, ребята, вот честно сказать, вот эти вот алло, меня слышно, это просто... Боты, да, угар. Это уже невозможно заблокировать. Давайте еще раз посмотрим. Я как бы сама тоже не особо проявляюсь. Я не считаю, что это должно быть прям с моей стороны. Если я не вижу, что мужчина во мне не заинтересован... Я как бы проявляться первая тоже не буду. Ну как, можем, пожалуйста, на партнера, что где-то он был чуть грубоват. Где-то, да, он меня выкинул. Мне важно и мне нравится быть в доминирующей позиции относительно девушки. Всегда. Сами-сами-сами-сами. Так, пойдем-пойдем. Орвовочек пошло бы. Блин, он просто как бревно. Ну она тоже немножко, но она... Ну она хотя бы старается. Нет, а он... Нет, слушай, у меня поощрение, в нем есть танцевальный потенциал, но как будто он не хочет его проявлять. Да, да, именно с ней. Что вот... Все, вот я буду такой недосягаемый. Сама потом будет набрасываться. Если было комфортно танцевать, он вел танец. Ну, ну ей было комфортно, видишь? Важно очень взаимодействие. И он меня, как я уже сказала, ввел. Поэтому взблизение произошло. Мне реально кажется, что наши внутренние энергии, они сильно отличаются. Короче, красная кнопка сейчас будет, ребят. Что-то такое яркое. Он нажмёт, да? А мы соприкасаемся. Не то чтобы лбами, но мы в каком-то тупике. Может быть просто эти химические элементы... Просто настолько уже стандартное развитие событий, что уже знаешь, что всё... Сейчас вот что-то не так. Хотя вроде всё настолько гладко шло. Ну, драма нужна, без драмы... Он зашёл в тупик, а там не тупик. Мне хочется от неё получать какого-то больше огня, она просто выдать не может. И тут... Мало-мало-мало-мало-мало-мало огня. Ну, а где они ночью провели? Почему нам не показали? От наших экспертов не помогает разбудить в Марии страсть. Михаил... Опять просто на неё гонят. Что за хрень? Делать свои руки и привозят Марию за город, чтобы познакомить с семьёй. Возможно, родня поможет принять Михаил... Просто Мартиша Адамс немножечко. Распрощаться всё. Здесь там семья у них размет. ...ставить его на безымянном пальце. Я привёз Машу сегодня на свою дачу, место, которое мы любим, где мы проводим летом часто время. Привет! Моё почтение. Дачка. Ну что, давайте представлю вам Машу. Ну, давай тебе всех представлю. Илью ты уже знаешь. Ну, я знакомый уже знаком. Приопредел на представительство. Мои гитарные песни. Да, дальше представим Виту. Вита, это девушка Ильи. И это Тимофей. Привет. Очень приятно. Виту, можно поближе? Пока вот так вот, когда покажут, это или Мартиша Адамс, или Наташа из Ронеток. Это знакомство с родственниками, с теми людьми, которые влияют на решение, не всегда, собственно говоря, положительные. Всем привет! Ой! У нас, да, тоже для вас есть ещё сюрпризик. Да, вы так похожи. Нифига себе. Да, это моя тишина. Меня зовут Саша. Я ее сестра-близняшка. Я был в предвкушении всей этой встречи, потому что много людей, мы все молодые. И тем более, в одной компании оказалось две пары близнецов. В общем, мы идём разжигать мангал. Подхватитесь, посидите, проговорите. Хорошо. Не скучайте. Девочки весёлые, Вита тоже ничего, поэтому... В смысле? Всё, погнали жарить. Разжигать. Находясь с Ильёй вдвоём, когда мы жарили мясо, подготавливали там костёр, мы с ним общались на наши мужские темы. Что, сам думаешь? Какие там? Ты знаешь, какого-то вот от неё вот этого почувствовать? Женского вайба. Понимаешь, о чём я говорю? Какую-то, знаешь, даже сексуальную энергию, что ли? Ну, как от Саши. И от этого я не могу как-то себя проявлять. Возможно, просто не сыграла химия, просто не тот человек. Наверное. Просто, видишь, ситуация такая, что я-то в обычной жизни, я же веду себя всегда открыто. Конечно. А здесь получается, что я с ней, ну, не так много времени провожу, потому что мне... Я начинаю... То есть моя энергетика начинает как-то... Буду угасать. Как будто она тебя подавляет. Как будто, да, она, эта энергетика, меня подавляет. А должен быть более такой энергичный, да, человек, который... Мне, да, хочется что-то такое. Ну, как раз и Саша подходит. Ему Саша подходит. Я не чувствую. А этих вместе тоже? Я хочу, что я должен ее... А Мартишу Адамс выкидывай. Нет. А должен ли то, чего я от нее жду, возможно, я этого и не получу? Слушай, ну, это важно, на самом деле. Это важно, чтобы ты это чувствуешь. Да, да. Почему он считает, что она ему не подходит? Так еще и братик тоже там в одну дуду, это не твоя женщина. В одну дуду. Он сказал о том, что он ее, конечно, женщину не чувствует. Слушай, а как ты сам думаешь, что ты-то ей вообще понравился? Я думаю, что да. Поначалу она, может быть, не понимала меня, а потом, как она сама сказала, что она на меня там другими глазами посмотрела. На данном этапе я не думаю, что, во-первых, она прям так скажет, что Мих, я вообще от тебя там поплыла, и я вообще, ты мне очень нравишься, потому что я вижу, что у нее какие-то непонятки. В Мишане нужна женщина, как они любят, говорят, зажигалка, которая свербит в одном месте, которая не сидит на месте, скачет везде, а посидеть вообще, а поговорить. Скорее всего, я думаю, что это не будет его история, поскольку интуиция мне обычно верно подсказывает решение, и я знаю хорошо своего брата. Думаю, что, скорее всего, он тоже примет такое решение, что история будет не его. Возможно, да, они останутся там друзьями либо хорошими знакомыми, но вряд ли они будут двигаться вместе по жизни. Может быть, ты... Ну так, релосики поснимают, может быть. Может быть, какие-то отношения девушки. Отношений не было как таковых, он просто долгое время ухаживал за одной девушкой, и она, кстати, очень похожа на тебя. Он сразу познакомил ее с семьей. Меня не смутило, что он эту девушку познакомил сразу с семьей, потому что он, в принципе, очень такой открытый человек из семьи, он близок. Как бы он вообще открыто проявляет чувства, или нужно к нему самой проявляться? Ну, конечно, самой проявляться тоже было бы неплохо, чтобы он вообще почувствовал коннект, все-таки взаимную. Я бы, короче, поработал над их образом, гетерохромию добавил. Одну линзу такую, одну другую. Это всегда видно сильно, когда это неестественно. Ха! Я тебя умоляю. Да. Если он проявляет какие-то знаки внимания, он прям это делает явно, он обязательно... Или, может, голубые линзы поставил бы им. Дарит цветы, он все время зовет на какие-то свидания. То есть он прям вот такой человек романтик. Как тебе ноготочки? Вообще разъеб. Важно, чтобы девушка тоже проявлялась. Тоже пишите ее аккаунт, возьму в оборот. Да хватит! Он вот... А что, семейный подряд? Вот энергетика от женщины. Может быть, он вообще что-то рассказывал. Может быть, Илье? А Илья тебе? Ну, в общем, так это и происходит. Ну, как можно сначала Илье, а Илья со мной. Ну, он рассказывал, что вот у тебя есть тоже сестра. Он рассказывал, что прям его типаж. Это он сразу такой... Девочка вообще очень красивая, что... Ты знаешь, это смесь инстасамки с Дианой Шурыгиной. Вот девочка вот эта черная. Вот сейчас вот зафиксирую, что я сказала. Пока-то для него какая-то загадка, как мне кажется. Я просто Диан Шурыгин не знаю, как вы говорите. Ну, так плюс-минус. Тут вообще как будто инстасамка. Слушай, это прям помогло. Конечно, мне стало легче, если так можно сказать. После того, как мне Вита сказала, что он делился с Ильей, с своим братом, то, что я в его вкусе, я его типаж, и я ему нравлюсь. Ну, что, соскучились? Ура, мясо! Как вам сказать? Вы быстро, кстати. Мы, да. Мне кажется, этот брат этот хоть такой... Это же брат их, да, получается? Наверное, да. Да это малый, да? Что еще, блин, происходит? Какие-то телки, какие-то близнишки. Я вообще, блин, что еще не понял? Вообще, пояс хотел поиграть. Ильдейки хочу пожарить быстрее. Все, обсудили. Поговорили. Она очень милая девушка, она очень открытая, веселая, она прям в нашей волне такая. И мне показалось... Это она про Сашу или про Машу? Ой, нельзя, блин, вдруг ты реально с ним сконнектишься. Саша и Маша, вот так. Обе. Одна интересная свадебная традиция. Мы берем строительные тачки, соответственно, их декорируем красиво. В одну тачку мы садим жену, в другую тачку, значит, мы садим мужа. И, соответственно, мы должны устроить гонки из этих тачек. Супер, я рада, что Илья предложил такую классную игру. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы разделились на команды, и так получилось, что я попала в команду с Машей и вместе с Ильей. Наша команда называлась Сатурн в Марсе. В общем, мы назвали не хотел бы я это увидеть на своем веку, что в Сатурн в Марсе был. Жить, быть на одном корабле, где каждый отвечает за свои обязанности. Вот хоть пригодился брат. Вы готовы? Да. Старт, внимание, марш! Маша у меня показалась довольно позитивной, хотя в начале... Михаил Федин, да, значит, получается, ну, давай, может, как-то... Она мне сказала, довольно доброй, позитивной. Let's try. Клевая. Что, вы выиграли, что ли? Мы победили! Ура! Поздравляем! Мне понравилось в их обществе, с ними круто. Ну, блин, я вот, клянусь, я не знаю, как вы это вот находите. У меня вот... У меня какой-то, блин, этот Владимирский Централ только находится. Я не знаю, как вы, блин, это делаете. Все, пока. Даня на сайтах-визитках актерских веществ. Маша укусит Машу. Мы будем вместе с Ильей точно говорить, что он дурак. Спасибо вам за день, Михаил. Приятно, что вы уходите. Пока. Нашла. Господи, инфлюенсер. Миша Фейдин. Можно я подпишусь? Делаю стиль. Снимаю с братом-близнецом. Общем я свою студию декора. Тысяча подписчиков. Давай, подпишись. В студии декора даже больше подписчиков. Я не буду подписываться. Зачем мне? Ну, хотя бы мне скинь аккаунт. Я хотя бы через него смогу на близняшек выйти. А как ты через него сможешь? Я ему напишу, скажу, скинь аккаунт, мразь. Скинь аккаунт жены, мразь. Может, и не так, на самом деле, сложно искать, как мы себе придумываем. Да, я девочек провожу с тобой. Как же мы? Пока-пока. Возвращайтесь. Пока. Что, Маш, пришло время взрослых игр? Да? Вау. Шутки в сторону. Перед финалом Михаил решает использовать последнюю возможность, чтобы разжечь в сердце Марии огонь. И устанавливает ей эмоциональную встряску. Когда мы сюда только приехали, я вообще думала, что это что-то связано с мотоциклами, потому что тут карьеры, тут какие-то... Две уже, они тут уже спариваются. На говно летят. А вот не зря нам пишут в комментариях. Тебе. Помните, 5000 лайков я ухожу с канала. Да, Митя, ну хватит, что-то не допоминай. Прикидем сперва. Канал стрельнет в этот фон. Нормально. Хайпанешь. Чтоб, короче, ее огонь так же горел, как и мой. Ничего, не бойся я с тобой. Хотелось, чтобы она почувствовала это. Чтоб она не испытывала стресс, а чтоб она тоже загорелась, так же, как и я. Вот что-то не разогрелось. Чтоб она не испытывала стресс, а ела МНДМ. Вместе же будем прыгать. Да, слава богу. Чтоб не испытывая стресс, ешь МНДМ. Пью пока. Там все надежно? Конечно. Абсолютно. Абсолютно. что пульс у нее был где-то 140 бпм точно. Долбило вообще не по-детски. 40 чего? Бпм. Я знаю, только... А, они прям прыгали. А, прикольно. А, весь полет я находился верхом на Михаиле. Это второй день. Верхом на звезде. На инфлюенсере. Лин, поставь себе в новом профиле инфлюенсер. Такой стыд, если честно. Инфлюенсер? Я начинаю кико смеяться, потому что... Для меня экстрим это... Я сразу радостный, я вообще... Ну, ты когда-то пытаешься что-то показывать, ты ничего не представляешь. Что ни разу даже не показали их близко вообще. Они или это прыгнули? Да там прыгать-то нечего. Где ты его взяла? Кстати, нормальная тема. Я бы вот с такой вот вначале прыгнул, перед тем, как в скайпарке херачить за 200 метров. Я не думала, что маленький заходик будет такой экстремальный. Слушай... Экстремальный. Экстремальный. Экстремальные источники. Я не могу ее вначале, а потом еще домой. Живись официально. Она у нас застрахована. Нет, у нас все хорошо в этом отношении. То есть сначала он ее решил утопить. Теперь... Ну да, такие-то свиданки, конечно. Я бы уже домой поехала. И в небо улетают с желтыми листьями наши. Просто насмотреться реально. Последний ряд, да. Блин, главное, чтобы они 5 тысяч не собрали до дома ягодки. Мы первую серию пропустили бы. А ты рискуешь? Жизнью девушки совершенно чужой для тебя пока. Что-то сидят, смотрят, там просто какие-то мухи реально. А, нет, Анису. Он хотел меня проверить. Он хотел меня. Разделить его экстремальные увлечения. Почему я не ксюзу его с вами сила? Я безупречно прошла эту проверку. Молодец. Ребят, у нас там роллы приехали. Понимаете, мы как бы, ну давайте уже, решайте, вы будете там. Потому что я уже шашлык захотела. У меня вообще эмоции. И можно задавать вопросы, которые я хотела задать. Миша. Поскольку завтра у нас последний день, нужно подвести итоги. Какие итоги ты хочешь, чтобы я сказал? Какие решения, может быть, ты принял? Ты хочешь заранее знать мое решение? Да. С чего? Ну как? Интересно мне. Для завтрашнего решения есть завтрашний день. Ну нет. Только так. И никак иначе. Ну хорошо, может быть, какие мысли есть по этому поводу. Ну вот он говорит, она ко мне не проявляется. Да она уже просто села буквально на него. Да. Миша, ну как ты, что ты? А он сидит такой весь, холодное сердце, Эльза у нас. Мысли, ну честно, мысли разные. И не все для меня понятно. Хочу тебя вообще поблагодарить. За всю эту неделю. Все то, что было вообще... Ну вот опять вот мы тут себе кажется сваливать. Слюбить ей. Потому что действительно время провели мы классно. Ты такой гений. Может, макраме займешься? Я планирую в следующем году макраме. Там как-то модно завязывают вот эти вот штучки. Ну явно не так. Ну явно не так. Я прям видел, так красиво у девчонок. Спасибо, что нажал на паузу. Там роллы с сыном. Но что-то по итогам сегодняшнего дня... Сколько мы уже сидим? Нормально все так. Я вообще все сделаю для того, чтобы ты провела. Поэтому ты вообще огромный молодец. Ну ты все сделал для этого. Он просто заминает ее чувства и прикрывается дружбой. С словами он мне ничего внятного не ответил. Но действия его мне дали ответ более убедительный. Даже чем слова. Дай тебе поцелуй. Молодец. Все плево. Сейчас, погоди. Дай тебе поцелуй. Молодец. Все клево. М-м-м-м. М-м-м-м. Это было хорошо. Митя! М-м-м-м. Смотри, да? А целуется так, как он красиво, Мишенька-то. Ой, ты-то сидел чисто мы с тобой. Ой, ты-ты-ты-ты. Молодец. 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 Я не знаю, мать, что ты там красивого увидела. Мне другие поцелуи нравятся. Как? Роз, пожалуйста. Роз, напишите в комментариях, какие он нравятся. Я захотел, я это сделал. Если я хочу, я это делаю. Не хочу, не делаю. БАЗА! Вот что значит инфлюенсить. Вот. Суперкруто. Надо было бы так, как мы так давно сделали. Блин, реально к концу каждой серии начинают сходить с ума. Наши эксперты Роза и Фатима пошли на большой риск, объединив... Фатима, 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 Фатима. Ну, Митя! Фатима, 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 Фатима. У нас такие эмоции. Но, может, все-таки наши эксперты не зря старались. И герои скажут друг другу заветное «да». Узнаем совсем скоро. Ну, что ты думаешь, скажут они? Завтра у нас сегодня. Последний день. И в моей голове готов ответ. Оставить кольцо или нет. Такие они прям рэперы. Я уже примерно понимал свой ответ. А потом как засосал ее. Но эта ситуация, она... А она как в ответ? Да. Скажем так. Какая ситуация-то? Засос? Засос, конечно. Вот и настал тот самый день, когда наши молодожены... Вот и настал тот самый день из луговых цветов и трав и цветов и нарочек доносит дорог. Увидела ли за эту неделю Мария в Михаиле сильное мужское плечо? Такое пирожное Мадлен. Ты это поняла? Михаил и Мария, вы прожили вместе целую неделю. Мима. Михаил и Мария. Пришло время принять решение. Неделя была очень насыщенная. Да, очень. Увидели. Очень интересная. Неизгладимый след, такой прям яркий, оставил вчерашний наш с ней прыжок. Наверное, наиболее яркое событие за прошедшую неделю. Я просто как будто бы переродилась, так скажу, после этого. Оставляете ли вы кольца себе и рука об руку идете в новую жизнь, счастливую, конечно, либо возвращаете кольца нам и с этого момента ваши пути расходятся навсегда. Ты как брат-близней сейчас скрываешься, сидишь. Моя сестра сказала, что это не мой герой, не мой типаж, что он мне не подходит. Ну, в любом случае, то решение, которое вы сейчас озвучите, это ваш выбор. Я принял решение, и ничего уже на данную секунду на это решение не сможет повлиять. Возможно, наши ответы совпадут. Ну, прям уж совсем ничего. И мое сердце останется свободным. Михаил. Маш, я хочу тебя поблагодарить за эту неделю. О, понеслось вот это вот тюбиканские начало, вайбы. Я не волновалась. Вначале похвалить, мы же психологию читали. Очень долгую речь свою и говорил такие слова, которые, честно говоря, я не ожидала. Слышать? Какие? Которые точно намекали на то, что он скажет нет. Мне было просто безумно волнительно. Я почувствовала прям волну жара. Мне стало не по себе, а как будто мне вообще казалось, что я в уморок упаду на самом деле. А вон что? Вся эта неделя, она для меня... Это был мой любимый портрет. Была неделя контактов, когда мое мнение менялось и менялось... Я до сих пор думаю, что Тучка это она. Нет, это он. Нет, это она. Я не хотел просто говорить да или нет. Мне действительно хотелось, чтобы Маша меня услышала и меня поняла, и быть перед ней честным и, самое главное, открытым. Я сейчас озвучу решение. Да давай уже, ёперн! Отнесись к этому... Инфлюенсер, блин! Инфлюенсер, блин! Но... Это мое решение и оно... Принято! Я оставляю в кольцо. Она такая... Ай, нет! Все, успокоилась, расслабилась, потому что этого ответа я от него ждала. Неделя была насыщенная, очень эмоциональная. Я соглашусь с тем, что... Были сомнения, так скажем. И недостаточно... Там Патима уже просто посмотри на бэграунде, смотри на ее лицо. Да, я соглашусь с тем, что... Были сомнения, так скажем. Она уже такая, ребята, у меня роллы стыну. Я немного реально запереживал, потому что... Я подумал, блин, а вдруг она скажет нет? Ну да, нормально было бы. Я бы тебя прокинула. Я почувствовала от себя на помощь, защиту, опору. И сделала выбор. Какие точеные. И я решила оставить кольцо. Блин, ну фигня. В классе себе она сказала другое. И передаю его Тане. А теперь мы заходим в его инстудо и смотрим. Я с удовольствием поцеловал ее. Ты только вышел уже. Федин, бро, лучший. Класс. Я очень рада за вас, дорогие мои. Оно было, собственно говоря, вам... Мне с самого начала понятно, что у вас тут все сложится. Поэтому эту историю будете рассказывать своим детям. А историю у вас очень красивую. Что-то ни одной истории с унивания с близняшками. Я хотела бы добавить благодарность проекту. Благодарочка. Коллективу за этот прекрасный опыт. Я очень счастлива, что я поучаствовала в этом шоу. И нашла свою половинку. Я очень надеюсь, Маша и Миша, что именно это свидетельство у вас будет... Ребят, я пытаюсь их найти. Вообще невозможно. Как у них фамилия? Буланова, 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 Буланова. Подожди. Он на нее не подписан, ребят. Он на бустера подписан. Блин, я хочу их найти. Она просто увидела мою черную руку, и, конечно, ей хочется меня догнать. Позавидовала. Благословляем, дорогие мои. Классные ребята. Я на свадьбу все-таки хочу. С Новым годом. Они будут делать для всех. Потанцевать. Ага, дорогая моя, я 30 лет занимаюсь ватаством. Спроси меня, дорогая. Ватаством. А что, тебя не приглашали, что ли? 10 тысяч пар прошли через мои руки. А я не знаю, почему тебя не приглашали? И ноги. А потому что они думают... Не, невозможно. Просто с фамилией Буланова, к сожалению, не перебить. Да поняли уже, все. Подожди, может быть, там сторисы будут показывать. А, давай. Я оказался здесь. Я счастлив, что я ухожу оттуда не один. Целуй такой, да? Не искренне. Блин, ничего нам не показали. Да, короче, фейк все. Если найдете их совместные сторисы, может она уже, может она уже беременна уже. То посмотрите их. Как вам такая финалочка? Ну все. Всем пока, до новых встреч. Покупайте мерч. Все, пока. Мерча нет. Все, пока, пил пока. Спасибо, что поддерживаете нас на Бусти. ПОДПИСЫВАЙ referendum. ПОДПИСЫВАЙ θЕМИ ТРЕВОЖНОГKA ПОДПИСЫВАЙ